I got my tiger used from Siegfried and Roy Price of the Moon Мирана Матриарх и высшая жрица священного ордена Элуны, Мирана Найтшейд, является светом в темноте на линии фронта Сентинал. Поливая толпы нежити, дождем и стрел и звезд, она пробирается сквозь среды тьмы для того, чтобы воцарил свет. Как говорят, ее присутствие является настолько святым, что утоляет усталость союзников и дарует им большую скорость на поле битвы. А также, она может скрыть всех союзников под покровом ночи, если это необходимо. Ой-ой-ой, какая плохая тема. Ой, хорошая тема. Гоу-гоу! Ой-ой-ой! Ну прям на вставочку, седьмая минута. Нормально. Что за сон сейчас был, я так и не понял. Умнику залетело. Ну, Слордара, я кайчу Слордара, Слордар. Если прыгнет, это ГГ. Вот просто Слордар прыгает и все. Он не подставляется специально, он понимает эту тему. Линка. Вот так закинем. Вряд ли попаду в кого-то. Да ладно! О, креветку с уже под ногами. Оп, смотри. Смотри, какой хитрый. Только не это, только не креветка, пожалуйста. Оп, есть прыжочек. А, креветка с уже под ногами. Как я говорил. Вряд ли. Как я говорил. Вряд ли. Вряд ли. Жесть. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Аксеназ. И сегодня у нас особенный гайд. Гайд у нас очень интересный. Но перед началом данного ролика, конечно же, хотелось бы поблагодарить вот этих ребят за то, что они оформили спонсорскую подписку. Друзья, спасибо вам большое. И, конечно же, не забывайте, что спонсорка не стоит миллионов на месяц, копеечки. И, в принципе, если вам хочется смотреть контент немного раньше и знать немного больше, то, конечно же, welcome в спонсорскую подписку на мой канал. Конечно, на канал Аксеназ. И смотрите гайды, смотрите контент. И будьте в курсе всех событий, друзья. Ну и что ж, сегодня у нас гайд простенький. Гайд на Прайстов Замуна. Она же Мирана. Посмотрите на нее. Вот эту киску она одолжила в зоопарке, как она говорит. Ну и сегодня мы узнаем вообще в целом, что это за герой. Какой роли он относится. Какие тут есть нюансы на способностях. А они есть. Есть, например, на Ару есть нюанс, о котором я вам буду рассказывать. Ну и что ж, узнаем, как работают, в принципе, способности. И какие способности у нее есть. Старфол, конечно же, Ару, конечно же, Лип и Мунлайт Шэдоу. Как эта вся тема у нас работает. Ну и, в принципе, все. Не скипайте теорию. Пожелаю всем приятного просмотра. И мы начинаем. Поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже. Это, конечно же, Старфол. Хоткей у нас тем. Мы эту способность уже прокачали. Это Харос спелл, который будет работать в радиусе от нашего персонажа. Это не какая-то, не АОЕшка, допустим, которую мы закидываем. Это не таргет. Это просто способность, которую мы активируем во время того, когда рядом с нами кто-то находится. И мы должны их, и мы хотим их продамажить. То есть, вот такая вот у нас тема. Просто подбегаем, нажимаем Хоткей Т, происходит такая небольшая анимация. Падают звездочки. Как вы видели, упала первая волна звезд и упала еще одна дополнительная какая-то звезда. Как это работает, я вам сейчас объясню. И смотрите, определенно падает почему-то в Абадон. А если мы подойдем сюда ближе, то, конечно же, упадет у нас в Гаргону. Как это работает, я вам объясню, друзья. Но для начала показываю, как в целом работает способность. В радиусе 625 единиц будет падать вот такой вот Старфолд, то есть звезды падают. То есть, это дефолтное применение способности в радиусе 625 единиц. Будут все продамажены. Урон будет у нас в зависимости от уровня прокачки. Продамажены будут все. Независимо от того, какое количество вокруг вас Старфолд остается всем абсолютно. То есть, была такая приколюха. Бруда там миллион паучков пускает, и Патма просто прыгает, и всем урон наносит. Да, вот такая вот тема есть. Это первая фишка. Вторая фишка, что у нас тут есть. После того, как упадут основные звезды, в радиусе 425 единиц будет найдена ближайшая цель к вам, к Патме конкретно. И туда упадет еще одна звездочка, но она нанесет урона немного меньше. Она нанесет 75% от уровня прокачки урона. То есть, по табличке мы сейчас все это разберем. То есть, вы поняли, да? Первая волна, она бьет всех в радиусе 625, а потом в радиусе 425 единиц, кто к вам ближе, получит еще бонусную звездочку, которая также нанесет урон. Соответственно, вот такая вот фишка. Табличка уже выехала, друзья, и смотрим урон, который у нас тут есть по уровню прокачки. На первом левеле 75 демеджа за основную волну вы получите, и бонусная у нас звездочка нанесет 56 урона. На втором левеле 150 урона основные волны, вот этих вот старфолов, и, конечно же, 112 урона звездочка нанесет дополнительное. На третьем уровне 225 основного урона и звездочка нанесет 168 урона. И на четвертом 300 урона всем в радиусе 625 единиц, и в радиусе 425, конечно, кому-то нанесется еще бонусная звездочка 225 единиц урона. Вот такая тема. В принципе, все просто. Требуются маны для того, чтобы заюзать у нас старфол 100, 120, 140 и 160 на ласте, и перезарядкой 12 секунд. То есть раз в 12 секунд вы сможете наносить большое количество урона. Мне нравится, что на ласте вы можете в соло таргет в какой-то внести 525 урона. То есть 225 плюс 300, это получается 525 единиц урона вы можете нанести на ласте просто с бонусной и с основной волны. Это прикольно. Вот такой вот нюансик у нас здесь есть на патме. Это урон у нас магический, соответственно, худые пайпы все смягчат. В БКБ эта способность работать не будет. Как говорится, и избежать эту способность нельзя. Написано, что, допустим, если вы, если вы, друзья, у нас пытаетесь уйти даггером, то есть если вы вот так вот под старфолили сюжет, то у вас ничего не получится. Ну, по крайней мере, так написано. Давайте проверим. Итем блинг, блинг, пишем. Итем дагг, итем 21. Давайте попробуем. Смотрите, жмется старфол, отблинковываемся и урон вроде все равно нанесся. Да, давайте еще раз посмотрим. Еще раз нажимаем. Да, урон все равно нанесся, значит, эта тема работает. При этом, так как Абадон у нас был зафиксирован целью вторичной, то есть самый ближайший, вернее, не вторичный, это будет неправильно. То есть, соответственно, если я сказал вторичный, значит, он стоял второй. Нет, нет. Самой ближайшей целью у нас был Абадон. Соответственно, смотрите, нажали, он отблинковывается, и ему еще туда и бонусная звезда упала. То есть вот такая вот еще микрофишечка, друзья. То есть, если вы уже тут зафиксировали цель, то есть вот так вот попытаетесь старфола уйти, то, конечно же, вы не сможете эту тему сделать. Давайте еще раз эту тему покажу, чтобы вам было понятно. Все, Абадон ушел. Опа! И он туда полетел, конечно же, еще и продамажился два раза. Да, вот такая вот тема, друзья, у нас на первой способности. Ну, надеюсь, эта способность вам более теперь чем понятна. Ну, а сейчас самое интересное. Сейчас будем разбирать Ару, и там есть на что посмотреть. Погнали! Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже – это Ару, конечно же. Ару, в принципе, все знают, как работает, но я вам скажу, что вы далеко не знаете, далеко не все знают, как работает действительно эта способность. Сейчас мы это все будем разбирать. Во-первых, что мы разберем? Мы разберем основные моменты, ход кей, потом разберем по дальности пролета, плюс стан, плюс дэмэдж, плюс бонусный дэмэдж. Табличка будет определенная, все по ней объясню, потом поговорим по уровням прокачки, а потом поговорим по фишечкам, которые тут есть, и по типам урона, и, конечно же, о тех моментах, которые у нас тут также имеются, а именно развеяние всякие на этот стан, на этот урон и прочие всякие моменты. В общем, будет интересно. Погнали! Ходки у нас R прокачали данную способность, и дальность применения этой способности 3000 единиц. То есть на 3000 вы можете закинуть вот так вот arrow, посмотрите, она летит, прилетает, наносится урон какой-то определенный, и, конечно же, персонаж уходит в стан и ничего не может сделать. Это очень жестко. При этом, когда у нас летит arrow, друзья, arrow у нас дает вижн в радиусе 650 единиц, у нас дается вот такой вижн, и когда arrow у нас просто пролетает все расстояние, она там, можно так сказать, взрывается, и все, на 3 секунды дается вижн, и потом вижн у нас пропадает. То есть очень так простенько, то есть она дает очень большое количество вижна, и, конечно же, огромное расстояние пролетает, вот здесь вот врезалась, дала вижн, и все, исчезла. Вот такая у нас тут микрофишечка. В принципе, применение этой arrow очень простенькое, вы закидываете, попадаете в оппонента. Если оппонент стоит в радиусе, вообще там написано радиус этой arrow 96, то есть получается, вот если вы вот сюда кинете, в радиус 96, если входит, то есть, казалось бы, я не должен был попасть, но вот этот радиус, вот этой arrow у нее имеется. То есть 96 единиц, и кто в эти 96 войдет, тот первый и получит, и получит эту arrow. Также вы можете еще и инвизора, в принципе, в инвизора попасть, если кидаете arrow, где-нибудь там идет инвизор, в него вы также можете попасть. Также крипа вам будут мешать кидать эту arrow, и всякие прочие такие моменты. Так, это мы разобрали. Следующее, что нам нужно разобрать. У нас тут есть определенное количество урона, но у нас еще есть и бонусный урон. Бонусный урон на этой способности. То есть у нас есть тут дефолтный урон и есть бонусный. Бонусный урон будет исчисляться в зависимости от того, насколько далеко улетела arrow и насколько, через сколько, через какое расстояние она настигла оппонента. То есть вот такая вот тема. Давайте разбирать вот эту табличку. Посмотрите, дистанция 300, 600, 900, 1200 и 1500. Когда у нас arrow пролетит перед дистанцией 300 единиц, оппонент будет у нас заглушен на 1 секунду. То есть оглушение будет у нас на 1 секунду. При этом он получит бонусный урон 28. Независимо от уровня прокачки. Это, смотрите, это вот такой вот первый момент. На дистанцию 600 у нас на 2 секунды улетает оппонент в стан, при этом получает бонус урон 56 урона. На третьей теме вот такой 900 единиц расстояния пролетает 3 секунды стана и 84 урона бонусного. 1200 расстояние пролетает 4 секунды и 112 бонусного. И дистанция в 1500 это 5 секунд стана, оглушение 5 секунд. Прикиньте, на 5 секунд arrow выводит из строя какого-то оппонента. И 140 бонус демеджа вы также нанесете. Остальные вот эти уроны это в зависимости от уровня прокачки. Вы можете также с этим ознакомиться. Но эта табличка, в принципе, она сейчас поменяется. И мы будем разговаривать дальше о других моментах. Так как мы разобрали уже по дистанции, давайте посмотрим бонус уроны. Давайте посмотрим. Давайте вот отсюда, допустим, я швырну. Нет, давайте вот чуть-чуть подальше у нас инвокеров отведем. То есть, допустим, давайте одного инвокера подведем поближе, а одного отведем подальше. Я хочу посмотреть работу бонус урона. Кстати, arrow у нас еще имеет минимальное оглушение и максимальное. То есть максимальное это в зависимости от пролета по табличке вот этой. И минимальное это, конечно, 0.01 секунда. То есть вообще почти в стан не уходит. То есть посмотрите, ему ни стана, ни урона вообще ничего не нанеслось. То есть урон бонусный, который у нас наносится в зависимости от пролета, он почти здесь не наносится. Он, в принципе, его здесь нету. Смотрите, вот так вот и микростанчик. И далее закинем вот этому инвокеру и посмотрим, сколько нанесет урона и насколько оглушит. Смотрите, ощутимо, да? То есть урона нанеслось немного больше. То есть бонусный урон тут вообще никак у нас не сработал. Вот здесь вот конкретно в этом моменте, когда персонаж стоял в упоре. То есть просто, ну, сравните. И, конечно же, ни стана, ни урона вы не нанесли. Вот такая вот у нас приколюха. Далее, давайте разбирать второй момент, который у нас тут есть. А именно уровни прокачки. Сейчас респаун, респаун. Хорошо. Итем 2.8.3. Минус итем 2.8.3. Это сорян, это просто необходимо сделать. И вот сюда отправляем. Хорошо. Смотрите, вторая тема, которая у нас есть на этой ару. Это, конечно же, уровни прокачки. С уровнями прокачки у нас тут меняется урон. Это дефолтный урон, который вы нанесете в случае, если попали в оппонента. Неважно, в упор или на расстояние. Как вы поняли, чем дальше ару летит, тем больше бонуса урон, который вы нанесете. Об этом я уже сказал. Давайте разбирать. Первый уровень это 50 урона дефолтного, на втором 140, на третьем 230, на четвертом 320 урона. Вы просто нанесете с ару, если дадите ее в упор. КД у нас 17 и монокос 100 единиц. Всегда 100 единиц будет требоваться для того, чтобы, конечно же, заюзать эту ару. Эта стрела у нас летит, попадает, оглушает и наносит урон. Чем дальше оппонент стоит, но самое максимальное, как бы это у нас 3000. Но на 1500, если вы уже попадаете, вы максимально нанесете урон и максимально оглушите. Опять-таки, посмотрите ту табличку, которая представлялась в начале. Вот такая вот у нас тема. Ну и, в принципе, тут все. Все более чем понятно. Некстовая тема, которую нам нужно знать, это то, что эта у нас способность, она наносит магический урон. Она магический урон имеет у нас. И эта способность у нас врезается в БКБшных. Смотрите, итем Блацк. То есть, если персонаж будет в БКБ, он может с собой заблокировать эту ару. То есть, он ничего не получит. Он не получит урона, он не получит оглушения никакого. Он заблокирует с собой эту ару. То есть, можно спасти так своего союзника. Допустим, вон Тракса стоит лоухеповая. Я в нее кидаю ару, конечно же. И Абадончик подбегает с БКБ и блочит эту всю тему. Плюс еще эту тему, эту ару очень легко развеивать. Она, в принципе, развеивается. В принципе, дефолтный там стан, обычный стан, она развеивается очень легко. Просто Абадон даже щитом спокойно снимает. И, в принципе, все. Ну, развеивание, надеюсь, вы поняли, как эта все тема работает. В общем, ребят, надеюсь, вы теперь вооружены и немного больше знаете по поводу ару. Ару наносит еще и бонусный урон, да? Вы поняли, надеюсь. Ну, и, конечно же, по оглушениям смотрите табличечку, которая у нас представлена была в начале. Чем больше расстояние, тем, конечно же, больше у нас будет время стана. И, конечно же, больше будет бонусный демэдж, который нанесет у нас ару. В принципе, это все, друзья. Погнали на третью способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже, это, конечно же, лип. Это прыжочек у нас, который будет бафать союзников у вас самих на Movement Speed и на Attack Speed. При этом вы еще будете прыгать, что-то преодолевать, какие-то препятствия. То есть, допустим, вы можете перепрыгнуть через лес, через High Ground на Low Ground и так далее. Можете что-то закайтить также. Вот такая вот у нас способность. И, конечно же, у нас тут будет определенное расстояние, определенные, конечно же, фишечки, в зависимости от уровня прокачки. Давайте разбирать. Ходки у нас E. И, конечно же, дальность применения на первом левеле этой способности 600 единиц. Вот такой вот у нас прыжочек. И в радиусе 775 единиц вы пробафаете всех союзников и вас самих. Конечно же, на вот этот бафчик, который будет давать скорость передвижения и, конечно же, скорость атаки. Очень такая простенькая тема. Ну, в зависимости от уровня прокачки, опять-таки, тут все улучшается. Об этом поговорим позже. Давайте посмотрим сначала на этот бонус на примере ЦМ. То есть, допустим, они вот так вот медленно бьют у нас горгонку. Давайте ее укрепим. И мы запрыгиваем в драку, конечно же. Сейчас у нас откадешатся. Запрыгиваем в драку. Опа, пробафали. И кристалочки у нас чуть-чуть побыстрее начали бить. Как вы видите. И, конечно же, чуть побыстрее они также будут у нас эти кристалки передвигаться. Смотрите, сейчас баф упадет. Опа, и помедленнее она пошла. Вот такая вот у нас тема. При этом, также самой Патме дается этот бонус на передвижение и, конечно же, на скорость атаки. Ну, в принципе, вот такая вот приколюха. Смотрите, друзья, выезжает табличка. И давайте разбирать дальность применения этой способности. То есть, дистанция прыжка, не дальность применения. Тут получается этот прыжок, он у нас бафает, получается. То есть, получается просто прыжок, а потом, где мы, конечно же, то есть, ну вот, смотрите, мы пролетаем, приземляемся. И где мы приземлились, отсюда идет радиус 775 единиц. И от этого радиуса у нас персонажи все бафаются. При этом и мы бафаемся. Вот такая тема. Что у нас тут правильнее будет говорить? Правильнее, что этот прыжок в начале, это не дальность применения, это просто прыжок, которым мы можем что-то кайтить. Допустим, мы можем вот так вот перепрыгнуть лес, там перепрыгнуть хайграунд и так далее. Также можем попробовать закайтить тычку. Допустим, если нас попробует Горгона ударить, то мы прыгаем и урона нам не наносится. Вот такая еще приколюха. Давайте разбирать уровень прокачки. Все, поехали. Табличка уже выехала и все нормально. Смотрите, дальность прыжка. Первое, что мы разбираем, это у нас 600, 700, 800 и 900. На 900 на ласт уровне мы можем прыгнуть очень-очень далеко. То есть это получается почти 1000. И вот такая тема. И когда мы приземлимся, мы будем бафать. На первом уровне на 4% movement speed и, конечно же, на 8% attack speed. Простенько. На втором левеле на 8% movement speed и 16% attack speed будем бафать. На третьем на 12% movement speed и, конечно же, на 24% attack speed. И на четвертом 16% movement speed и 32% атаки, скорости атаки вернее, мы будем давать всем, кто будет у нас под радиусом 775 единиц. В принципе, все простенько. Длительность этой способности у нас, длительность этого бафа будет 10 секунд. И калдаун такой. 30, 26, 22 и 18. Монокост вообще классный. 40, 35, 30 и 20 единиц маны для того, чтобы прыгнуть в драку или выпрыгнуть из нее. Эта тема у нас не сбивается. То есть это у нас не является таким блинк даггером. То есть вы всегда сможете уйти из драки или зайти в драку. И все очень простенько. А также сможете пробафать ваших союзников. Бафаются только герои. Ну, вы уже это уже, наверное, поняли. Ну и что ж. Какие приколюхи у нас тут есть? Как использовать? В принципе, используется просто. Вы стоите передом, куда вам нужно прыгать и прыгаете. Все. Больше ничего. Следующий момент, который тут есть. Это тот момент, что эту способность нельзя юзать через shift. То есть вы вот вставляете вот сюда. И после вот этого момента она должна прыгнуть. Нажимаете hotkey E. И, к сожалению, персонаж не прыгает. Он сразу же, сразу же прыгает. То есть он не прыгает после флажочка. То есть через shift эта способность не работает. Также эта способность у нас будет прервать всякие телепорты и прочие всякие чаннелинги, которые вы будете делать. Так что вот такая, друзья, тема. Запомните эту тему. Следующий момент, который у нас тут есть. Бафы союзников. Эта способность никак не диспелится. Абсолютно никак. Так, если вы прыгаете и нажмете манту, то сами себя вы ее не снимете. Эту способность вы будете пробафаны. Также у нас иллюзии будут пробафаны. Это первый момент. Второй момент. Эту способность нельзя задиспелить. То есть, смотрите. У нас тракса дает диффузел. И, конечно же, у нас не снимается бонус передвижения. И, конечно же, бонус по скорости атаки. Также это будет на союзниках работать. То есть, если союзник у нас уже пробафан, то с него не смогут снять этот баф. Эта тема работает именно так. Ну и, конечно же, на союзных БКБшних юнитов оно будет работать. Ну и, в принципе, все, друзья. В принципе, все. Скорость этого прыжка у нас составляет 1600 единиц. И, в принципе, тут более нечего рассказывать. Очень простенькая тема. Но, если честно, мне очень интересно, можно ли в прыжке подобрать какой-нибудь артефакт. То есть, да. Прикольно. То есть, получается, в прыжке можно артефакт подобрать. Прикольно, прикольно. В принципе, тут более нечего рассказывать. Поехали на ультимейт. Итак, друзья. Наконец-таки та фишка, о которой вы меня всегда спрашиваете. Как же кидать под мой arrow через зад? Если честно, я уже множество моментов тут потестил. То есть, я это показывал еще и ранее. В старых фишках. Вообще, в самых старых-старых. Там же, так же я и показывал, как удлинять хук. На 85-й можно кидать arrow через зад. Но тут есть множество нюансов, которые нам нужно знать. А именно, тут нужно немного практики, немного знаний и, конечно же, ловкость рук. Все очень простенько. Для того, чтобы закинуть arrow через зад, вам нужно встать именно ровно-ровно. И, конечно же, кидать arrow по полету нашего персонажа. То есть, вы должны именно идентично вот этому полету. То есть, очень ровно этому, вот просто ровно этому полету. Так же кидать arrow. То есть, вам нужно именно четко-четко направить arrow. Если вы будете направлять arrow куда-то сюда, а прыгать вот сюда, то у вас ничего не получится. Не получится потому, потому что у вас будет срабатывать механика разворота. То есть, персонаж будет пытаться развернуться и дать туда arrow. Соответственно, не уложитесь во время прыжка и не кинете эту arrow. Вот такая тема. Arrow можно так кидать вперед, можно так кидать назад. Все зависит от того, как вы нажмете. То есть, если вы нажмете прыжок и, конечно же, нажмете туда вот так вот arrow подальше, то patma прыгнет и кинет arrow именно вперед. Если вы хотите кинуть arrow назад, то вы должны нажать не далеко, а где-то поближе. То есть, вы должны перепрыгнуть target arrow. И тогда у вас patma подумает, что ага, вот смотрите, вот здесь target arrow, а вот здесь вот patma. То есть, как, вот так вот правильно будет. Давайте объяснять вот так. Вот тут target arrow, а вот тут patma. Она перепрыгивает, а target уже сзади. И она кидает arrow назад. Понимаете? Вот это все вот так вот и разжевано. То есть, если вы хотите кинуть назад, то, соответственно, вы должны нажать немного ближе к персонажу. То есть, вы должны перепрыгнуть этот target, нажать R и, конечно же, arrow у вас полетит. Давайте попробуем еще раз. То есть, вот так вот опа и кидается. Все очень простенько. Чтобы кинуть вперед, достаточно просто нажать чуть-чуть дальше. И тогда arrow у нас закинется немного дальше. Иногда arrow летит немного криво. Оно, знаете, от чего зависит? Иногда patma может прыгнуть сюда, а кинуть немного вот сюда кривее. Все зависит, опять-таки, как я уже говорю, от нажатия. Куда вы нажмете. То есть, если вы чуть-чуть искривитесь, но этого хватит, чтобы arrow кинулась. То есть, персонаж у вас может кинуть эту arrow криво, как конкретно сейчас. Ну, это, в принципе, все понятно. Давайте попробуем закинуть у нас горгон. То есть, вот так вот мы идем, опа, кидаем. И, конечно же, arrow у нас летит отлично. Все прекрасно. И передом, чтобы закинуть, допустим, давайте попробуем закинуть в абадона. Это будет немного трудновато. Давайте передом вот так вот, опа, прыгаем и вот так вот нажимаем. И arrow полетела куда-то криво. Потому что вот это вот место прохождения, оно имеет тоже свои хитбоксы. И из-за этого очень тяжело, очень тяжело. То есть, вот так вот попробуем еще раз, опа, кидаем. И видите, arrow куда-то вообще полетела. Самое легко кидать arrow. Когда у вас вот так вот прохождение героя или влево-вправо. То есть, для меня это самое простенькое. Ну, для тех, кто уже профи в этом деле, конечно же, напишите в чате. И все это, в принципе, уже будет понятно. Ну, как-то вот так вот, друзья. То есть, нужно прям четко, ровно нажать. И тогда у вас arrow полетит. В принципе, это все. Все обучение. Смотрите, практикуйте, пробуйте. Надеюсь, все вам будет тут понятно, как закидывают эти arrow. Самое легко, конечно, и самое прикольное, это кидать arrow вперед. Вот, и arrow, конечно же, жопой также можно закидывать. То есть, допустим, вы вот так вот убегаете от кого-то, прыгаете. И arrow вот так вот боком куда-то жопой летит. Чем ближе вы нажмете, тем лучше и легче вам будет вот это кидать. То есть, смотрите, если вот так вот нажму, то arrow полетит назад. Тут нужно уже ловить баланс. То есть, если вы пытаетесь закинуть вперед, то нужно чуть-чуть брать дальше. То есть, допустим, вот так вот сюда вот и закинули. Если вы хотите кинуть назад, то нужно чуть-чуть ближе брать героя, чтобы у вас таргет, вот этот персонаж, перепрыгнул. И все, будет огонек. Вот arrow полетела назад. И все. На этом, друзья, все. Погнали смотреть Moonlight. Итак, братцы, следующая способность на нашем персонаже. Это Moonlight, Moonlight Shadow. И эта способность у нас, это глобальный инвиз для всех наших союзников. Эта способность не будет работать на иллюзии. Прокачиваем HotKate W. И у нас вот такая появляется иконочка. И мы можем нажать, и все наши союзники по всей карте уйдут в инвиз. При этом, эта способность позволяет очень хорошо подготовиться к драке. И, конечно же, в драке быть невидимыми. Как это будет работать, я вам расскажу. Тут у нас есть длительность. Длительность у нас фиксирована. И есть Fade Time. Что значит Fade Time? Fade Time это значит время исчезновения. То есть, я могу по HotKate W запихнуть всех своих союзников на карте в инвиз. При этом, у них будет Fade Time. Они вот так вот поатаковали и снова уходят в инвиз. Поатаковали и снова уходят в инвиз. В течение 15 секунд у них будет вот такая вот тема. То есть, данный инвиз, он не сбивается. То есть, как понять, не сбивается. То есть, это не как Lothar Sage. Ты вышел и все, уже не зайдешь. Это как у Rikimaru. То есть, вот такая вот прикольная тема. Прикольный, классный инвиз для всей команды. К сожалению, очень большой калдаун у нас тут. И, конечно, маленькая длительность. Но эта способность очень сильная. То есть, вы, если хотите засунуть всех союзников в инвиз. И, конечно же, дать союзнику, допустим, уйти. Просто нажимаете HotKW. Союзники у вас уходят в инвиз. Вы также уходите в инвиз. Когда вы нажимаете в манту, вы выходите с инвиза. Когда вы все прожимаете, вы выходите с инвиза. Но обратно заходите. То есть, существует такая тема. Называется Fate Time. Я по ней вот, ну, просто хочу до вас донести, что такое Fate Time. Fate Time это когда вы что-то нажали. У вас персонаж вышел с инвиза. И опять зайдет. По истечению времени. В зависимости от урня прокачки, вот этот Fate Time у нас меньше. На первом уровне 2,5. На втором 2. И на третьем. А полторы секунды. Полторы секунды Fate Time. То есть, вы можете постоянно выходить-заходить, выходить-заходить. То есть, эта тема у вас будет так и работать. Где у нас, кстати, Тракса? Тракса куда-то у нас убежала. Давайте найдем Траксу. Я хочу одну тему проверить. Тракса у нас куда-то вообще ушла, да? Вообще жесть. Куда она ушла? Ну-ка, давайте. Едят. Пиопли. Хорошо, вот она спряталась. Отлично. Что я хочу проверить? Допустим, Подмазь себя бафает. А мы попытаемся эту тему задиспелить. Не можем мы задиспелить. То есть, смотрите. Опа. Вышла она опять. И опять заходит. Не получается у нас задиспелить этот инвиз. У нас нету статуса. Ну и, конечно же, вот такая вот у нас тема, друзья. В принципе, очень простенький ультимейт. Если хотите засейвить. Или если хотите вы напасть на союзников. Нажимаете ход KW и погнали. КД на этой способности 140-120 стоим. Монокос 75 единиц маны. Вот такая вот у нас, друзья, тема. Ну и что ж. Что у нас тут остается, друзья? Конечно же, данная способность может быть заюзана на наших БКБшных союзников. То есть, если союзник бежит в БКБ, также эта способность у нас наложится. На иллюзии эта тема не работает, как я уже говорил. И, в принципе, все, друзья. Все. На этом я считаю, что гайд по теории на потму окончен. Друзья, обязательно напишите свое мнение, что вам было ново услышать. То есть, то, что можно развеять, допустим, там. Или нельзя развеять у нас лип. Как у нас работает ару. Знали ли вы эти фишки, конечно же. Ну и, в принципе, все. Переходим сейчас в практике. Жесткие катки, друзья, для вас. Потненькие, конечно же, я подготовил. Пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что ставите лайк. И спасибо, конечно же, тем ребятам, которые поддерживают в трудную минуту по спонсорке. Или по, конечно, какой-то финансовой теме. Потому что сейчас, к сожалению, уже мне необходимо покупать новую видеокарту. Потому что два монитора по 2К качеству. Просто жрут мой графический процессор. И, конечно же, монтировать становится намного тяжелее. Но, в принципе, это не беда. Держимся. Не прошу. Кто как может, тот так и поддерживает, ребят. В принципе, все. Погнали смотреть жесткую практику, ребятки. Let's go. Поехали. Итак, друзья, загружается у нас каточка. Сейчас мы пойдем, конечно же, играть на потме. Прайс-то вза-мун у нас сегодня в нашем распоряжении. И первое, что мы сделаем, мы подпадем полсерии, ребят. СПС. Сразу пойдем на центральную, ребят. Побаним сейчас всех персонажей, которых я не хочу видеть. А конкретно, я не люблю теника видеть против потмы. Но в лейтгейме потма это просто нещадная машина. Просто сразу баним всех. Баним. Глхф ребятам напишем. Очень хорошее настроение. Нужно обязательно заряжать этим настроением ребят, которые находятся в игре. И что ж. Первое, что мы сделаем, это, конечно же, пойдем через центральную. Контрпикина нашего героя. Наш герой, в принципе, он легко контрит. Он у нас ватненький. Он такой не сильный. Но если мы перефармим, если мы выфармим, то будет очень-очень жестко. Наш герой в лейтгейме очень жесткий. Во-первых, ее тяжело поймать. Во-вторых, она, в принципе, очень мерзко может... Мерзко может работать в команде. То есть, в этот инвиз. Это прям такой вот неприятный момент. Для пуджамы, в принципе, корм. Но мы будем от него отпрыгивать. То есть, тут страшно, страшно с лордар, потому что амплификация, смерть. В принципе, наш герой такой. Ну, прокасты не любят. Блин, дефолтный герой, но только есть эскейп, парни. Есть эскейп. Соответственно, тени, прокасты. Там вот это все. Будем мы этого очень сильно бояться. Ну и нам нужен определенный буст для того, чтобы душить. Ну и сейчас и попробуем что-то как-то раздушить нашим персонажем. Будем играть через Старфол. Через Ару я не играю, потому что я Ару не могу попадать. Сразу говорю, ребят, в этой катке и вообще во всех катках на Патму красивых Ару не будет. Потому что я не умею просто играть на этом персонаже, закидывать четко Ару. То есть, ну, просто не получается. Как бы, понимаешь, так на расстояние раскидываешь как-то так, ну, по логике. Но все равно не попадаешь. Бывает редко, но, конечно же, красота появляется и получается. Но сейчас посмотрим. Смотрите, нам пикнули кунку. Придется делать... Он не идет мне, друг. Аганим не идет по Тме. Лучше... Лучше ЦМки. Она круче. Придется делать тут линку, потому что тут кунка. Из-за этого будут нас постоянно цеплять на торрент, на корабль. Плюс еще, если под это все будет хук, это будет очень неприятно. Наберем в Рейсбэн, берем хилочку и идем, ребят. Надеюсь, у нас будет саппортик. Да, саппортики у нас есть. Один вардик бы круто было бы выпросить. Го. Тайвард, брат. Спасибо. Спасибо. Го, низ руну химику ловить. Как они уют уйти? Нет, это не я. В ни в коем случае. Нельзя палиться, что это я, иначе будет хейт контроль. Тупо по кд, по кд. Ару я не хочу качать. Если честно, я ару на руне вообще не беру. То есть, если ты роумерская патма, то тогда да. Но если ты мидер, то я чаще всего ару стараюсь с ней брать, потому что... Вы чем раньше старфол замаксите, тем лучше. Тем лучше. Хен етути... Я не знаю, о чем ты, друг. Это не я. Я не хен. Я не хен. Если че, на расстоянии стоим. Если надо будет ару качнуть, я качну. Просто на ару самое легко насаживать на рунки на вот этой. Понимаете? То есть, самое топовое на вот этой рунки насаживать. Понимаете? Типа в этом смысл. Если на рунки вы хорошенько насадите оппонента, то, конечно, это круто. Че, будем кидать? Го, качнули. Погнали, ару скидываем. Вот. Ну, это классика. Как обычно. И ару не попал, и... Не знаю, между героев. Но вы сами все видели. Тупо божественная ару. Тупо божественная ару. Как обычно. Так, ну что? Погнали. Блочим. Пудж на меду, но нужно будет разминать его. Пуджа будем разминать. Но, надеюсь, ару я не зря качнул все равно. Главное, пролосхитить четко. В принципе, лосхитить хорошо. Патма может. Пуджу можно, так сказать, надавать чипалахов. На меду. Его вообще нельзя подпускать крипом, в принципе, на Пудже. Он не должен тут фармить. Поэтому, если вы мидерская Патма, то обязательно стойте агрессивно. И, конечно же, душите. Я беру лип для того, чтобы уйти из драки в случае чего. А если Пудж доковыряется до меня, то мне нужно будет просто отпрыгнуть. Лип и третий, четвертый левел. Это будет у нас Старфол, ребят. Фармим пока. Первое, что нужно будет поднять, это, конечно же... Это, конечно же, нам сапог. Оп. Не зря лип качнул. Все, выпрыгнули. Аккуратненько. Пудж агрессивный. Не забываем про КД липа. Так что, если что, держим в курсе. Парм идет хорошо, в принципе, 7-5 Пудж. Будет без экспы. А не переагрим. Оп, добью. Хорошо. Все, берем Старфол. И будем руны подконтривать. Спрайт. Типа, знаете, она говорит, страйк, типа, но спрайт, спрайт, типа, газировка. Ой, какая шутка от Азеса, да, заехала. Эх, на ласт хит промах. На ласт хит промах. Пик. Но мой ласт хит оставляет желать лучшего. Четвертый левел. Отлично. Хорошо, гон на руну. Ждем Куру с сапогом. И ботлик надо нам, ботлик. Вообще, можно сейчас взять тупо руну. Руну и боттл. Вот боттл взяли, руну взяли, все. Сейчас будем тупо харасить Пуджа. ФБшечку пролили уже. Но оппоненты сделали ФБ. Так, есть у нас такая штука. Старфолим. Старфолим. А будем старфолить по КД просто и фармить. Уж тут не будет стоять. Сейчас покажу одну страту, которая есть у нас тут на потме. Я ее буду сейчас юзать. Погнали по рунам. Берем руну и погнали. Сейчас попробуем Арл закинуть на его фарм. Он так стоит, смотрите. Давайте вот так попробуем. Не факт, что попаду, но просто попробуем. Крипа засадили. Ничего страшного. Крипа засадили, ничего страшного. Хорошо. На бесплатную ману можно юзать Арл. Пойдет. На пятом левеле постараемся его убить. Старфол будет двойной. Просто забычимся. Старфол побольше будет дамажить. На пятом левеле я обычно всю суету делаю через Старфол, когда играю. Хороший хук. В скобочках нет. Прямая Ару уворачивается, и этот прямой Ару не уходит. Хорош. Понял. Пычкуем. Можно больше сейчас просто Старфолом его убить. Надо запушить линию. Сапожечки есть у нас уже, да? Пушим линию. Пашку берем. Хорошо. Опа. Это смерть. Отличная Ару. И Ару, и... Старфол хороший. Да, он тоже в негодовании. Такую Ару поймал. Но это вот Ару, вот это на характере, о которой я и хотел вам сказать, ребят. То есть, сама фишка этой Ару, то есть, под ласт хит крипа, то есть, крип еще не умер, но вы уже кидаете. Крип умирает, и сразу, то есть, эффект такой небольшой неожиданности получается. И вроде прокатило, как вы видели. Но с ласт хитом, конечно, у меня тут полная беда. Давайте возьмем Аквилу еще. На топе, ребята, смотрите, втроем. Втроем на топе. Мунлайт. Давайте возьмем. Ну, не успею, да, по идее, Мунлайт? Нет, не успел я. Не успел. А можно, знаете, что сделать? Пыхнуться. Вот так вот делаем Ару. Кидаем на бесплатном, а ну попадаем. У-у-у, хорошо. Хорош. Слардара есть там, кстати. Я умер тут. Лоу. Но нормально. Нормально все равно. Фейзов не хватает сейчас. Ну, прыгнули, сфидели. Но нормально. Я, если честно, думал, я чуть-чуть ближе прыгну. То есть не ближе, а именно кучнее. Потому что я рассчитывал еще и забрать пацана на тролли. Но там Слардар тоже подошел к рэшну. Ничего страшного. Этот фейл, пофиг на него. Пофиг. Главное отработать было. На характере. Сейчас пойдем дальше стоять на пудже. Так сказать, на пудже стоять. Одна смерть, это ничего страшного. А то, что ТП-шки нету, это страшно. ТП-шки нету. Ну, ждем. Блин, 18 секунд. Я добегу быстрее, чем эти 18 секунд от ГД-шица. Погнали. Что-то ты не похож на Хена. Как можно по одному мубу понять? Серьезно. Мид я выиграл. Что значит не похож? Мид я выиграл. Поймает, интересно? Нет, не поймал. Не сюда. Жирный. Это смерть. Хорош. Хорош. Пудж потеет, пацаны. Пудж потеет. Отлично. Есть. Хорошо. Пуджа приняли, ребят. Отлично. Дальше я качаю лип. Лип для меня это все. Честно, вот не знаю, как для вас. Но лип я всегда стараюсь размаксить. Потому что лип дает возможность уходить всегда из драк. Входить в драки. И, конечно же, чувствовать себя более уверенно. Так, что у нас там на топе? Есть вард? Есть вард? Наверное, есть вард. Да, сразу пролешел. Пойзы имеем. Пойзы имеем. Если никого сейчас тут не будет, я тп сделаю на другую линию. Погнали. Сюда. Хорошо. Ой-ой-ой, какая плохая тема. Ой, хорошая тема. Гоу-гоу-гоу. Ой-ой-ой. Ну прям на вставочку седьмая минута. Нормально. Радует. Хорошо. Отлично. Хорошо. Первый артефакт, который я обычно собираю на этом персонаже, ребят. Так как тут баланар, тут желательно сделать манту вообще. О, хорошо. Дверуна это отлично. Гоу. Баланар жесткий. Но желательно тут... Блин, тут на самом деле все упирается в то, насколько мы быстро выфармим, ребят. Я его подписчик. Отпрыгнем. Нафиг надо. Гоу сюда. Яшку первым хочу сделать. Вообще можно с даггера начинать игру на потме. Отпишусь, говорит. Отпишусь. Отсуждаем. Гоу. Сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. Так. Все, ночь закончилась. Фармим дальше, ребят. Не забываем про дефолтный крипстат. К сожалению, мы не укладываемся никак, ребят. Посмотрите наш крипстат. Но тут как бы в килы мы и уходим, да, ребят? Опа. Попал в Нойс, и я думал, он там не попадет. Сейчас вард прилетит, надо вард поставить. С вардом надо тут стоять. Столько хуков поймал. Это ужас просто. Ну, путь же так стоит, что я в него ару никак не засажу. А то петроль фармит, да? Это плохо. Чё пушку пилтранк вилдер. Пока что фармим, ребят. Я вообще и молнию, в принципе, фпшкой делал ей. Этому герою. Вообще отлично заходит. Хоилд в шестой левел у кунки. Это очень плохо. Это так сделаем. Подбайтим. Ужас, меня там Слордар поджидал. Ужас. Да чтоб вас. Ну, сори, нет, вывезено у меня. Осуждаю. Втроём меня тут вылавливают. Гоу, короче. Первый артефакт это молния у нас будет. Просто втроём за мной бегают. Ну, я не знал, что там ещё и путь. Надо тролля убивать, ребят. Молнию первым артефактом сделаем. Ну как, просто молнию? Ну, просто мжолнир. Не мжолнир, а просто мейлстром. Мейлстром, будет правильно сказать. Это первое, что мы сделаем. Но тут не дадут, видимо, да, выфармливать. Это жёстко. О, Найс Лив пришёл. Случайно создал АПшку и пикнул Тинника. Ужас. Осуждаю. Осуждаю. Найс Крипы. Найс Крипы. Нету перо. Ужас. Я не фармлю ещё и умираю. Это просто плохо, ребят. Это не просто плохо, это ужасно. Ужас. Ужас, это просто ужасно. Фармим пока. Надо мид идти просто колотить, ребят. Видите, не клеится по геймплею. За мной втроём встали, душат. Сейчас Ару, эту руну заберём. Можно прыгнуть тут. Фаунти забрали мою. Так, Ару не качаем. Качаем третий. Отлично. Тут ДДшечка. ДДшечка имеется. Ару улетит. Рож. Славдара за байкер. Камунлайтом пользоваться, наверное. Умер. Стархолл вторую убьёт. Хорош. Оп, наш клиент. Оп. Хорош. Мид спушил на строль. Стролям дела плохи будут. Жесть. Душим. Беру Мунлайт, ребят, для того, чтобы с командой лучше играть. Сейчас Мунлайт очень хорошо помог нам. Поэтому Мунлайт берём. Го на базу сходим. Заресторимся. Возьмём артефакт. Надо тролля погонять, ребят. Очень часто я вижу билды, на самом деле, на Патме. Знаете какие? Через диффузел. Потому что, когда вы кидаете диффузел, вы можете стопроцентно попасть в Ару. Некст катку мы такую сыграем. Но в этой катке мы сыграем через Молнию. Погнали, попробуем Слардара поддушить. Я надеюсь, он там ещё долго будет стоять. Сейчас попробуем поддушить катку эту. Смотрите, там. Ой, Слардар. Ну, сейчас уже убегать будет, да? Не успеваю я. Вот так сделаем. Но, по идее, не успеет настигнуть она его. Эх, обидно. Очень обидно, ребят. Очень обидно. Лиже, жопу, хен, хен. Я не знаю, зачем это делать. Я специально не показываю виды, что это я. И, типа, ну... Зачем вот это? Чтобы никто не говорил, что там я играю с подписчиками на гайдах. Нет, это рандомные ребята, которые видели мой никнейм и думают, что это я. Но я не подаю виды, что это я. Во-первых, будут за мной бегать всю игру. Во-вторых, что нам нужно сейчас собрать? Конечно же, сейчас, скорее всего, даггер купим. Троль на низу. Ну, тролль мне совсем не нравится. Дальше. Поста. Посту заберет пудж, да? Плохо. Это очень плохо. Сколько? 1100 хп пудж, да? Тамиду. Тамиду ствардарус. Надо душить. Очень много АФК мулок с моей стороны. Очень много АФК мулок. Но не могу ничего сделать больше. Стики надо еще взять, кстати. Не забывайте про стики. Стики очень хороший артефакт. Который позволяет камбэкать микромоменты. ХП плюс поднимут вам. Я поэтому и посорил, что надо хп поднять. И поднимаем хитпоинты. С троллем проблемы будут. Но ничего, сейчас. Чуть пофармим. Замутим его. Тролля. Кто-то на мид выехал. Хорош. Го отсюда. Го мунлайт дал. Побежали. Вот так. Ару кину. Попаду. Ой, хорош. Соло получается. Еее. Отлично. Готэшку. Отлично мунлайт реализовали. Ганганули. Все прекрасно, ребят. То есть вот такой вот геймплей. То, что нужно на патме в такие катки. Прям по кайфу next. Берем артефакт какой-нибудь. Ну, типа даггера. Нам это обязательно нужно будет тут. Хорошо. Хорошо. Отлично. Го на руну. Главное. Главное. Главное, что нам нужно сделать в этой катке. Это законтролить все руны. Выформить и задушить. Вот, что нам нужно. И все, ребят. По геймплею, в принципе, все простенько. Вы сами видите, как проходит геймплей. Гангайте с командой. Пользуйтесь ультимейтом активно. И все у вас будет хорошо. Запомните. А руки, да? Она там пятиминутка должна залетать. Пятиминутка залетела. Пса. Отойти. Слардар еще пришел. Ой, корабль. Не, не, не. Не, ну это Б, ребят. Тут никак, сори. Простите, друзья. Тут никак. Найс, ару. Отвратительная. Отвратительная ару, вообще жесть. Вот так вот сделаем. Я, если честно, думал, будет лучше. А что ты с лордат туда пошел? Я не понял. Квимха, что ли? Так, почти есть лип. Дагерок. Давайте купим. Что-то такая ару. Но я ару кидать не умею. Сразу говорил. Ребят, сразу сказал он. Сразу сказал. Давайте попробуем. Ай, я спалился, нет? Что, не спалился? Давайте вот так вот. Оп, вот так, по идее, должен попадать. Найс попал, называется. Не души. Да, тролль. Страшный тролль. Да не души, ты че такой быстрый. Хорош. Не души. Не умею я. На патме нормально плейть, но все, через ару играть слишком сложно мне. Не подсмотрел крипов, но, конечно, такое си. Все, уходим отсюда. Иду. Ладно. А, вот там вард стоит, да? Понял. Гоу, на базу. Хорошо. Возможно, даже Black King Bar надо будет сделать. Ну, сейчас мы начнем делать манту. Сейчас будем делать яшку. Через яшку. У нас алхимик всю игру прифармит. Скидаем ботл. Гоу. Хорош. Отлично. Если что, ботл чуть позже донесем. Пока подфармливаем. Оп, отлично. На патме, кстати, раза четыре от силы можно сдохнуть за игру и все. Если игра хорошая, интересно. Это максимум. Как не попал. Серьезно. Осуждаю. Как не попал. Опа. Бала. Отлично. Отлично. Отлично задушили. Ару попадаю. Слоу граунду душу. Или не душу. Че в происходе. Даггер там подзбили. Второй старпол. Отлично. Все-таки хорошо заходит даггер. Даггер хорошо заходит. О, рунка. Хорошо. Ну, мои ару, ребята, это самый лучший ару. Самый лучший ару на планете. Яшку надо, ребят. Сейчас яшку будем брать. Оп. Как тебе это? У, щит. Душим с руки. БКБ ху нажал. Уходим. Хорош, вайпер там задушил. Оу, Слардар, ты че? Ну, почти есть фол. Хорош. Хорош. Ну, не вижу пуджа. Не хочу на него прыгать. Го вот такую ару тупую. И драться. Блин, не повезло. Но как обычно. В принципе, я ару не попадаю, сразу сказал. Адрош. Задушена. Задушена. Ну, такое. Вроде драки выигрываем, но ару вообще не какущие. Но, в принципе, мобильность персонажа через даггер спасает. Давайте пойдем за Яшкой. Че у нас там есть? О, ДДшка. Побежали. Порезче. Конечно, это называется ару выколи глаза. Я, в принципе, знал, что в этом гайде так все будет. Но я стараюсь даже... Знаете, как ару кидать? Не тупо знаете, вот, ну... Как вам объяснить-то? Не пытаться там на СТ-шку играть, а пытаться максимально закидывать ару на везение. То есть, на вот такие вот моменты. Чтобы как можно больше контента именно было. То есть, ну, хочу как-то делать это так. То есть, ару, так сказать, на контент. На рандом. Закидываешь и кайфуешь. Вот прикиньте. Ару, которая залетает на рандом, это же пушка. Ну, вот серьезно. То есть, если вы ару кидаете и попадаете... Ару кидаете, попадаете на рандом, намного приятнее эту ару закидывать, нежели чем, допустим, та ару, которой вы там миллион лет готовились и играете на СТ-шку. На СТ-шку я не играю. Я стараюсь играть вот чисто в кайф. Закинули, попали, кайфанули. Почему нет? Кстати, рекомендую вам так же играть, потому что больше ару, больше шанса, что вы попадете. Запомните эту тему. Гоу. Опа, вот так вот ару кидаем. Сто процентов попадаем. Сто процентная ару. Хорош. Отлично. Еще ару кидаем. Ару кидаем, попадаем. Хорош. Отлично. Ой, там еще кто-то. Кункейдж. Отлично. Жесть, там чат просто. Ребят, может чат выключить? Вот я не знаю, в каких играх выключать чат или нет. Ох, жестко. Жестко. Но это мне нравится. Такая мобильность на героя. Прям кайф. Ару стопроцентная тогда, когда этот... Ару стопроцентная в тот момент залетает, когда кто-то стоит и бездействует. То есть чаннелинги какие-то или станы, или бьет кого-то. Вообще пока откуда. Так, ну у нас есть манта, ребят. Next желательно линку сделать. Или бкб. Потому что есть у нас... Так, а манту мы сделали. Линка. Линка, линка, линка. Линка можно сделать. Так, F1 опять не работает. Хорошо. Молодец. Так, руну берем. Ом, отлично. Я считаю, что самая лучшая подма это подма через центральную линию, ребят. Может кто-то считает иначе, но я считаю, что лично... Самый импакт от подмы тогда, когда это подма гангает. И когда от нее есть толк в артефактах. Когда она просто не попадает ару и руинит всю игру на четверке. Я считаю, что это не игра, ребят. Честно, вот. Я не знаю, как я буду вам показывать игру на четверке. Ведь я просто нулевый в этих ару. Но, тем не менее. Тем не менее. Не знаю. Не знаю. Я в кату сейчас засажу. Классика. Да верно, брат. А герой не слушается. Вообще не слушается, герой. Вообще герой не слушался. Начал обходить, оббегать там. Опа, нифига ты даешь. О, щит. Here we go again. Что, делаем вот такую тему, да? Ару, вперед. Они попадают, да? Перед комару. Опа, ща. А ты куда идешь? На мне сайленс висит. Не могу. Да, без пылить. Опа, смотри, че могу. Хорош. Ну вот то, что кайтить с даггера, я могу, я умею. А вот, блин, Ару попасть, нет. Но хочется еще красивую Ару закину. Через жопу одну сегодня кинем. Хочется. Через жопу хочется кинуть Ару одну. Через жопу одну Ару кинуть хочется. Текст, наверное, какой-нибудь БКБ Буриза. Мы тут еще не выиграли, как бы, но... Тем не менее, че там, Кунка идет, да? Куда пойдешь? Айдет, так закинем. Может, он ко мне пойдет сюда. Эх, ладно. Я думал, он сюда свернет. На Ару на пойдет. Но нет. А, я понял. Ускакали. Ускакали. Так, корабля нету. Это радует. О, го, он ладь. О, щит. Это смерть. Без шансов просто. О, жесть. Че ж вы не начали, ребят? Ладно. Тупо Пуч укусил. Как он тут что-то? Тут в центре стоят. Ну, Кунка, наверное, в центре поставил. А, да БКБ, ребят. Вообще, Линку лучше. Вот стопроцентно тут Линка заходит. Давайте Линку сделаем, и мы не будем знать бед, чтобы Пуч не кусал. Ну, вот серьезно. Я вам отвечаю. О, кстати, он еще мог глобалку дать. Помочь. Да дай глобалку, не суицид, СМ-ку. Поздновато, да. Поздновато, да. Олхимик, всю игру фарм. Бля, пошло, пошло. Фит-контора пошла просто. Все, и все молчат. Главное, что, знаете, когда вот такие начинаются камбэки, все начинают молчать из оппонентов, и начинают, типа, такие, О, мы в играх. Типа, знаете, самый кайф. Зачем туда? Надо дефиться. Не хочу я отдавать. Слардар крашем, конечно, люто. Тушит. Тпдф. Ужас, нас сносят просто. Слардар, ой, Слардар алхимик, просто ушел на низ. Зачем-то нам сломают мид сейчас. Это игра на подме. Слоу. Это плохо. Если Ару... Ну, господи. Если Ару, говорю, попаду, то убью. Никогда я не попаду Ару, ссори. Души его. ПКБ-ху нажал, убивает меня. Ужас. Рош. Я бы не потянул. Я бы не потянул. ПКБ-ху? Блин, или линка? Лучше, конечно, линку сделать сейчас. Линку лучше сделать. Блин, Слардар живой. Вздох мы сейчас. А, он на низу. Все, накайфуем. Линку добить просто надо. Но боттл скинем. Боттл скинем сейчас. Рош. Вон, а, базу. Есть линка, в принципе. Есть. Давайте мут дадим вот этому пацану. Он уже меняет, достал. А, ну, меня мутов нету. Сори. Мутов нету, ребят. Все, игру, что-то пишет пуш. Таш, просто уже блевать хочется от него. Так, хорошо. Так, все, куры, рюзну. Сори. Вот так сделаем. Линка. Гоу. Вард подставим. Вот сюда, вард. Хорошо. Линка есть, можно поесть. И БКБ эхо остается. Молнию доделать и БКБ эхо. Поползе. Драку надо, ребят, драку. Драку надо. Кристалка там уходит. Нормально. Энт под инвизом уйдет. Изи. Так, ребята, драку начинают. Ну, гол, поможем. Поможем. Под кристалку кидаем. По-любому в кого-нибудь да попадем. О, пятиминутка. Слордар БКБ эхо. Это плохо. Помогайте. О, к Слордару сейчас еще лицо ломать будет. Вот, такой ару кидаем проверочную. Попадаем. Ну, там худш. Аккуратненько. Хорошо ару дает вижен. Прям по кайфу. Прям по кайфу. Ребят, там туда. По пучу отошел, да, по-моему? Опа. Заши его. Помогите. Нормально там на иллюзии появились пацаны. Хорошо. Атаку ару кидаем. Ну, попадем 100%. Там без шансов не попасть. Да как? Ару просто. Я не попадаю этими ару вообще. Тупо даже вот она летит. Видели, как она там промансила эту ару? Это жесть. Но мид мы потеряли. Ладно. Бкб хоть сделать. Его на низ. Его сюда. Такие ару, конечно. Я еще, наверное, ни одну ару нормальную не закинул. Полезную именно. То есть есть бесполезные, есть полезные ару. То есть есть ару, которые вы кидаете и попадаете в оппонента, нормально задушиваете. У тебя есть ару, которые я кидаю. Это бесполезно. То есть ару, которая не несет никакой этой нагрузки. Живи, ты чё. Роль БКБ Хасата, них жесть. Роль БКБ Хасата. Это очень плохо. Роль БКБ Хасата. Жесть, я там понахопался. Надо бить до конца. Рож. БКБ Хасата. Нажал. Это смерть. У нас где-то алхимик постоянно бродит. Я не знаю, где он, но это, честно, напрягает. БКБ Хасата. Кимик. Гопл, С, вместе. Серьезно, или луза, нём тут? Нет, чё-то подсказывает, что тут лузнуть можно ещё. У них очень сильный керри, плюс там сладар, амплификацию просто кидает. Дефолтные кнопки, но уничтожают. Молнию апаем, ребят, до конца. Сейчас проапаем, чтобы было так спит. И будем стараться сейчас раздавать нормально. Потому что по-другому никак. Тролля забрали через Ару. Первая Ару нормальная. И как бы, ну, получилось. Получилось. Так, молния есть. Не знаю, БКБ Хасата зашла, брошим бы. Брошим бы. Берите. А, нет. Я возьму. Вместо Аквилы. Вы чё, как? Какой контент? Я беру. Какой контент? Аквилу нафиг на базу. Го туда. По низу можем. Низ сейчас по-любому будет какая-нибудь атака. У нас мид пушится, это плохо. Ару кидаем. В тролля попадаем. Попал бы, если бы не расстояние. Го, мид. Но минус Монлайт, это плохо. Мид, мид, мид. Опа, вон, смотрите. Линка. Вот так закинем. Вряд ли попаду в кого-то. Да ладно. Вряд ли говорю, в кого-то попаду, но ладно. Пашар. Но я умру туда. Я не отпрыгну даже. Ой, да ладно. Ну, кристалка ворвалась, но под корабль. Эй-ей-ей-ей. Деремся. Опа, смотри, что могу. Отойти, потому что сейчас. Опа, да, вот такое дело. Но мне нету кнопок. Нормально, нормально, нормально. Камбукнули. Камбукнули. Хорошо. Камбукнули. Так, делаем. Плохо. Рожь. Алхимику кидаем молнию. Потому что его бьют. Ой-ой-ой. Бьем с руки просто. Ару кидаем. Попадаем. Не попадаем. Но все равно задушим. Хорошо. Отлично. Просто ломаем центральную. Ну, потная, ребят. Потная. Знаете из-за чего? Потому что я не попадаю спеллом, основным спеллом, который у нас... А знаете, что там в описании написано? Кидает сверхточную стрелу. Но это не про меня. Сверхточную стрелу кидает. Пармем вот эти темы. И отходим. Пармем лунные колодцы. Блин, ну с даггером вообще кайф, ребят. Согласитесь. Мы очень мобильные. Быстрые, мобильные. Очень быстрые, мобильные. Сейчас попробуем мару жопой кинуть. Крипов только сольем. Кидаем. Оп, полетела жопой. Ну, не туда, куда надо. Так, алхимик бахнул. Если его выхукать, линку кидаю. Линку кинул ему. Не сожрут. Хорошо. Ну, так, я умею играть, да-то. Но я не смогу выкройнуть, правда, сейчас. Робовземейшка вот эта там выпала. Опа. Надо отойти. Пуч наигрался. Кого там выпало что-то? БМчик какой-то у кого-то выпал. БМ уронил Пуч. Ааа. Понял. Ну и ласт слот у нас остается какой-нибудь дамагерский дефолт на МКБ, ребят. То есть это первая катка через у нас Пуч, все. Пуч всю игру, какой импакт внес? Хейтил меня что-то там в чате. Всю игру вот так вот балакал. Что-то там бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе, что-то я непонятно. И, короче, в итоге ливнул. Вот это я не понимаю просто. Это изи называется. Давайте МКБ-шку возьмем, ребят. last слотом мкб школа слотом почему нет и погнали попробуем сейчас закинуть красивую качественную ару и задушить оппонентов ребят сразу извиняюсь за такую катку но я реально на потме ару отвратительно кида ловлю их хорошо но кидаю отвратительно реально я это уже говорил то есть если в стоячего до в стоячего можно попробовать то есть ну некоторые ару залетали согласитесь но большинство ару конечно же нет не то ребят не то конечно же не то играем через даггер как вы видите кайфово мне нравится кайфово мне нравится через даггер пушка аккуратненько книзу стянемся надеюсь тут нету варда и муншард у нас остается ребят travel муншард очень много урона сейчас от нас будет давайте ждать какую-нибудь цель опа пусть он пропушит сейчас попробуем сюда закинуть куда-нибудь или на движение давайте на движение уже пробовать закидывать чем нет на платар до я-то думаю чё за дела а у меня там увидел а я стою там соло убивая кунку осуждаю короче эти сделаем вот так вот так вот сделаем мне кажется сейчас тут оппоненты соберутся никого нету тишина просто затишье перед бурой все петли перед бурей все 15 секунд я пробегал никого нету но нарезает под мавлой идеями конечно очень люто тут согласиться не согласиться невозможно просто так мы лайка нету лайка нету лайк очень долго когдаешься но способность офигенно по пару поймал иллюзия плохо я-то думал уже аром наконец-таки попал рожь безвольно вайпер тоже иллюзия эту такую ару проверочную закидаем душу просто с руки хорош хорош а и как хорошо было бы если это задушил но пойдет тем не менее пойдет мол не никому там стать не накидал джи но это гг ребят все на этом конечно нс бэйбэк нс бэйбэк нету кнопок стати щит надеюсь не в бэм умру рожь 6 но гг гг курочка в магазин берем муншард еще до кучи и задушивая гг команда все-таки отыграла отлично блин по кайфу вот чувствую себя полезным когда вот так в команде играю честно но такие ару конечно это жесть такие ару конечно это ну его нафиг ребят кто посмотрел этот гайд просто вот 30 фрагов но блин посмотрите ближайший ко мне 12 фрагов но блин и по смысл в том то что просто ару я не попадаю это жестко это жестко такой шести слотов у нас прайс то в зом он получился ребят но первая катка в принципе такая себе но пойдет тоже прикольные моментики были ганги какие-то какая-то суета надеюсь сми да вы поняли как играть на этом персонаже не знаю может быть еще раз мид сходим потому что через мид мне это этот герой намного больше нравится чем через другие линии и на экстом конечно же сыграем через диффузел диффузел будет нам помогать попадать ару то есть будем уже за диффузел и конечно же закинем ару все будет намного проще погнали на их с тобой ребят надеюсь получится немного интересней итак ребят загрузилась у нас next авая к . я обещался сыграть через диффузел и конечно же сейчас мы будем давать диффузел оппонентам и конечно же попробуем улучшить наш геймплей что мы сейчас будем тут банить давайте забаним вот вот это вот но где-то мартреткой на фига мартретку боя теника забанить сларка забанит и все вот и не сларк отличный все отлично просто прекрасно все идем на центральную душем вы фармливаем ребят и можно фп даже потому брать принципе не боясь не законтрят потому что нашу потому невозможно законтрить невозможно невозможно главное чтобы в команде были хорошие ребят и все тогда будет вот так хорошо так нам нужно знаете что сделать вы фармим диффузел дефолтная манта надеюсь не будет никаких пуджей а баром думаю линку не собирать нет придется линку собрать придется собирать линку меня бесит что камера вот так вот темно в комнате что это такое почему вы можете поярче быть вот хотя бы вот уже да то я сижу какой-то какой-то как будто в темноте просто этом каком-то так с лордара взяли еще ну ой на что вы пикаете ребят ну вот более чем уверен что ребята не смогут на этих персонажах отыграть давайте посмотрим посмотрим так по контр пиком и друзья пробежались с вами в принципе контр пике да блин все что не дает по тме убегать то в принципе и является контр пиков допустим второй спал сларка не прыгните вы нифига станы какие-то ваши вот-вот-вот-вот этот очень сильный герой против нашего героя у нас герой ватный слабенький он не может ничего но у нас керри не берут у нас просто керри керри не берут пацаны в общем омник отлично я же диффуз тут хочу собрать как раз под молника войда взяли но вот не такой сильный как на 83 конечно же будет тут у нас поэтому хз но посмотрим что у нас будет ребят погнали центральной линии берем дефолтные артефакты это манка хилка в брасер хотел сказать б б б б б б брасер мне в рейс бэндик конечно же манка хилка в рейс бэндик и сейчас посмотрим по фарму как пойдет если будем именно харассить там кристалка шаман ага вижу кристалка шаман хорошо если будет хороший фарм если будем отлично стать а кто на мид пойдет у них у них мидера как такового нету омник или кто пойдет на мид непонятно кто идет на центральный у них вообще непонятно но ладно разберемся короче попробуем сделать файзы и на файзах на старфолах просто душить вообще в целом я люблю старфольную по тму и в целом я не знаю это самая профитная тема какая есть это старфольная по тма 500 урона просто со старфола соло таргеты против мидера отлично залетает то есть те кто понимает эту тему те шарят у спс нифига чё 15 минутка что ли будет нифига себе там огран и запулил сразу отлично я считаю что под матч резцентральной это самая лучшая под мак которая есть потому что под маф четверки ару которая кидает и афакашит потом но и такое такое сугубо мое мнение это не очень но в четверке мы ластовую катку сыграем еще очень много билдов которые я хотел бы тут попробовать на самом деле на этом герое например там магическая под матом escape под матовость очень много так вот сделаем но попадаю но а чё гор там стану сразу не дал такого окружаем окружаем хорошо буди ой хорош неплохо шаман сетку не надо так пожалуйста как хорошо что он сетку не до шаманами до принципе убивать будем я думаю я думаю будем убивать так берем вот эту штуку хорош шаман второго левела главное пролосхитить шамана тут но шаман кстати в меду может подмена пихать если яр шоковый ир шоковый шаман это конечно я его могу задушивать тоже он сейчас стоит в лоу граунде лоу граунде соответственно я могу его подамажить нормально он не ответочку от веткой промахнулся на четвертом левеле начнем его душить хорошо попробуем сейчас под крипов ребят закинуть ару может что-то и получится можете заберем шамана будет латс хитит сейчас вот такая ару но не попаду да отходит хорош хорош отошел но тут не знаю чуть четче кинуть чуть четче тут же не тут не получилось бы кинуть потому что он отошел тут четче никак не кинуть боттол на низ полетел уже баратрум что-то хочет от меня хорошо возвращаемся на центральную давайте поддамажим чтобы сейчас поддобить так четвертый левел а не попробуем задушить шамана хилку накинем бота у него чуть подушим ну это все это максимальная душиловка который я смог произвести хорош отлик сейчас сделаем отлик барабегает стик берем миду тут нам стик понадобится хорош опа старфол есть но скорее всего расконтрят мне нужно развернуться просто крипа засадил классика хорош чё бежит непонятно ой проблочил как огур ой какой от нос еще сработал жесть огур проблочил но я уже думал все там сейчас сетка будет диджи но бара меня душит но и лаги тоже пришли душить я надеюсь не сдохну сейчас хотя бы так я хозяин это бред но шамана я не могу убить извините бара помогает очень сильно монетка но старфолить крипов там какая-то активка на низу будет жесть шаман просто может там если у него инвиз сейчас выйти ну такое на этот раз мид в принципе у нас такой тяжеленький шаман с ддшкой на низ пошел фармимся пока латхи тому под мы на этой вообще стадии на стадии лайнинга вообще проблемы поэтому я делаю файзы и стараюсь через файзы как-то сыграть потому что на ней тяжело без файзов дамага нету страйфов нету герой сам по себе теряется тогда очень сильно шаман на низу все можно ломать молни нормально его подамажил чё с пара побежит наверно видно было бы его было бы круто а ровно берет закидывать на низу да все можно душе помни к такое такое на топе никого у меня нету да ничего вот так сделаем руну надо забирать ребят гоу возьмем тпшечку мы как мидер обязаны иметь тпшку регенерация хорошо отлично прожать появился у нас ару закинули попали убили плохо что помог хорош пророчек качаем сейчас на низ надо пойти подушить жаль активки нету сейчас возьмем свои фэйсбуты фэйсбуты на поиски поиск рейдер такой ай шутка хорошая да вес оценил так и погнали базилку бы делать аквиловую аквиловую базилу блин жесть все надо уже тп там делать уже надо там быть угол гол душите вот этого старого деда я понял не вопрос душите говорю старого деда там омник пришел еще это жесть я пришел и 0 импакта змей подставил шаман 0 импакта просто от меня вообще 0 импакта счет ару все толку нету ттару при по парень кидает этого пацана сразу сбреет ходим будет еще там разбег так вот сделаю ай ну а равно такое ну где это такое как репел этот ранний кайтить это жесть я не знаю ребят как этот ранний репел кайтить надо срочно диффуза мне надо идти фарму углубиться получается монетка даже жестко как вот этот ранний репел заблочить как его заигнорить в детский брат уважаемый можно мне пофармить по своей законной линии надо тп щекает хороша играть очень такая агрессивная катка со стороны оппонентов даже не знаю даже не знаю есть кристалка на топе кристалка полу с полу старфола умирает полу старфола да попробуем с полу старфола умирает кто-то еще идет как вару серьезно но пойдет до шамана серьезно и и это жестко мне поможет кто-нибудь купол вот без купола серьезно войд без купола а руки да я помогу еще ару тут закинут я застрял тупо она из аквилла выложилась круто поможешь айс ару ару вообще кинулась там вообще пофиг просто забей называется ару кинулась просто забей называется я уже и куру там поднял уже и куру сюда скорее вообще такая суета началась я думал сейчас тут дроп но этот артефакт ману восстановлю молмник на низу 6 чё за бред что за суета но у меня пол диффузела езда радует пол диффузела у меня там не хватило со старфола в драке прям прыгнуть туда драки лютые блин но я люблю такие драки люблю шамана бы убить разочек еще он на миду там и свидетельность потерять мне кажется я задушу его 50 урона у меня есть только до ультимейта не давайте кнопки а ну вот так можно хорошо все фарм дальше идет на подмесе честно у меня в дефолтный крипстат не получается выйти 53 крипа по крайней мере я не сильно старалась потому что начинается суета и надо помогать команде а если мы не помогаем на подме команде это где частности 90 процентов случаев это гг 90 процентов случаев это гг просто гуд гейм был плейт так мне чуть-чуть до диффузела я рекомендую себе дофармить постоять и сейчас возьмем онлайн доечку потому что файты постоянно идут суета команда хорошая попалась тоже есть шансы под задушить нормально полетела ру скорее всего попадаю а не попадаю на ровно миллион было молник за я хорошо что я юзану кнопку атаку кнопку юзаем стеки есть главное нифига тут вообще жестко как пару потеряли пацаны слордар там лютый вообще какой-то рожь кидая ру но это слордара ой да ладно убьем просто там у нас почти диффузел езда это жесткие какие-то драки сейчас были но страшно к слордару подходить потому что умираешь перификации 360 но они вынуждены были драться потому что их там перекрыл и перекрыли змей но мне ездить в ход счет будем дивничать пара пара я попробуйте помочь друг риман и не хватает риман риман и не хватило про по таймингу печально я будем прыгать дышать квартар килинг спри вот купол вкачал хорош я пойду на низу мамника сломаю мамника сломаю он там фармить будет наверно да будет фармить стоять зару закинул же если повезет попаду не повезло не попал подолго слишком шел я сломали нам плохо настоящий кристалл опа помогаем понимая буди пузик чё делать это джиджи да мне мой хорош армлет выключил да ладно от ошибки с лордара чон армлет выключил поем и хорош вот нас лордаре дурень конечно пусть не обижается но это жесткая его ошибка руки даем не попадаем жестко чё там онлайта надо ребят го поставь он аруна яшку берем от слорда романта нормально 5 дипузов еще есть троечка пойдет пытались меня там закон 3 что-то не удалось у них но с лордар не знаю ошибся так бы по-другому все развилась гуку пол серьезно вот старой он купол не ставит он боится или что не понимаю дэшка есть задушили я бы по нет поставил бы сейчас купол двоих подрались бы гол сэм даггер аккуратно надо добиваем и добили курник курятник ну чё там и как-то просаживаемся честно видно такая игра знаете какая-то у нас такая там с лордар и там что-то как-то ну такое вот тут смерть обру вместе надо вместе надо кристалл куба этот этару бесполезная у яшку возьмем вот у нас очень странный не знаю но мы просаживаемся пока что несмотря на то что я доминирую там по ранней стадии что-то добиваю не умираю дальше конечно будет намного тяжелее надо короче под пармлить вместо войда ребят проблема да вкус есть тэпу скидываем яшку давай сюда все погнали без тэпы будем пока что гуку пола еще ни одного не было кстати ни одного купола не было даже не знаю оставлять фармли такому войду пацаны когда войт очень пассивно играет но это же жесть неужели там рошан рожь походу поду рожь там не рожь молника можно убирать она меня побежал а я умер смело с кристалка даст чипалаху слава рухой да на лоу хопа я умер да все равно все равно что за драка вообще чё поку вот чё фокусить такой драки я сам потерялся еще прыжок такой от слордара я там не умерла от него я умер вот здесь вот запрыгнул такой бред ребят просто никто ничего не поймет что делать купол поставили шаманс у меня там сетка с лордар уходит а жесть ладно бесят такие моменты очень бесят потому что я тут нет но я ты я не умираю здесь вообще не умираю я в такой ситуации умирать не должен но я умер потому что видите ошибся почему меня именно сюда запрыгнул почему нельзя было хитбоксом вытащить ой ладно пофиг пофиг чай парис луст так луз вообще пофиг луст так луз ребят я уже сыграл на подме это четвертая игра из них я одну проиграл из-за команды принципе можете сами мечом тот следит под следит матч-листы смотреть просто я там не сложно там несложно матч-листы смотреть шоу омника сложно убить что у меня дефуз я дефуз трачу придет щас дефуз покупать заново это плохо все равно все у меня да но я типа на характере щас просто побегу когда он отвечаю и по отвечаю просто буду бежать начаты мне сетку даешь слордар меня прыгает хватит пожалуйста я не выживаю никак вообще под слордаром за руин пошел я начинаю нервничать таких ситуациях когда просто меня начинают тупо жестко контрить и все чё гаже норрели тут не гаже я еще и байбэк носа типа это не гаже да типа такое а что сделать бара бежит что сделать линку при на 5 делать я устал линку делать я вам отвечаю я не хочу на подме собирать линку я хочу вам показать другие билды другие билды хочу показать вам я каждую катку собираю линку потому что слордары бар это же жесть какая опять ты тут пришел можно я отпрыгну от тебя просто господи мне приходится дефуз тратить на то чтобы зачем ты ему сон даешь ужас он там в куполе застрял сон дает слордар просто меня фокусит ему пофиг он просто бежит на меня чё ну типа вопрос просто задам ну серьезно придется дефуз часа пать да бм и бкб хоть делать что ли блин ну тут не манты ван я не успею у меня нет такого фарма манты не получится злой это дефузов хорош дадут пойти мне зачем не понял я лордарди этот живой да бродит еще вот он идет я тут умру если вылезу грусть и вылезу умру если вылезу по факту слордар это в кустах стоит ведь он не вылазит типа он где-то стоит и что-то ждет он ждет пока появится подмах тупо вот хейтер яси там вылазил я бы умер ару это мне как через крипов не кинул бы все я отошел короче слордар такой крысиный д д м ад да это чисто такой хейтерский слордар на соло таргет он дефуз надо ребят апать еще 200 на кармане аппаде дефуз очень тяжелый катка очень у меня давно таких тяжелых каток не было прям вот именно на подме это реально тяжелая шапак делает цирклеточный властелин циркле так фармить тяжко-тяжко ребят бара побежит наверно да и стал очки зашел онлайн 25 секунд а не вышел он в роша с лордар в роша в роша в роша он сладо он в роша нет ббб вот а вот и capabilities это даже ходим попробуем рассказать но там сладавшим бежит ордар сейчас тут перевернет нету 2 чисто вот только как-то так я не знаю потому что мы очень тяжелые файты просто раз кайтами от кд 2 и от кд 1 играть ребят по-другому я тут не вывез серьезно я просто по кд играл сейчас не бафнул войда прыгнул там как-то попробую тэшку побить но манту ребят я выключил очень тяжело честно геймплей тяжелый для меня по морали именно вот что вот вот как вы видите сейчас как приходится отыгрывать с лордар там бежит бонусным там получает амару поймал подарок спринта очень много хапает этим можно пользоваться плюсом адрес нажал если я не буду подставляться то мы можете выиграем но тяжелая катка базу уже побежал наверно животнич а он уже побежал на меня тяжелая тяжелая ребят но надеюсь надеюсь это в лучшую сторону эта катка смотрите как мы во им ся как что-то какие-то принимаем действия бросили тиммейтов чуть от когда играем но по-другому я не вижу вариантов у них очень сильный тимфайт диффуз там диффуз тупо вот на всех четверых кидать чтобы ультимейта омник омника ультимейт снять это конечно слишком это слишком ребят надо пробовать как-то так как вот я сейчас конкретно от кайтами работаю вот как-то так надо пробовать я не знаю далеко не давить не давить все будет огонь успеешь зачем ты вышел я же тебе мой лайк да и 6 это минус т2 сейчас будет побежали резче еще побежали так вару кидаем но на верочку чисто вера наша плохая это смерт ценой одного диффузола но и тут хорошо что диффуза можно обойдут сколько там табор просадился пол хп до плохо ops а я без лордар взял плохо бежит бежит волосы назад кристалл очки засадил так можно на манту побайтить отойду я понял что ты меня хочешь прыгнуть тут быстро сдохнешь хорошо кристалл к прыгнула ой хороший купол давайте баф ним скорость атаки тут не можно диффуз не тратить ну что с рукой убьем хорошо лордариху сейчас еще ну почти это как я тебе друг рожь вот в ппп парк молодцы прям прям отлично вот хороший купол счет поставил согласитесь очень даже давайте крит сделаем ман блин не хочу я делать этот линку и брат ну реально я сыграл уже очень много игры в каждой катке линку это очень жестко темповый пик у них не темповый у них на лэйт гейм тоже но темповый да в принципе под бару под бару файты под слордара под омника до темп есть принципе мы можем это темп если собьем темп если сбиваем это нормально можно душить а наверно бурезу будем делать если до раздамажить получается бурезу делаем а по иллюзии люди надо забирать а бц есть прям ну жестко давно такой не играл опа бар побежал сейчас попробуем подушить где бар отменил тут ближе близко опс близко я не успел написать иллюзии поднимаем тогда собьем observe так вот делал войду кгеда войду кгеда войду кгеда войду кгеда войду крип скипнем серьезно миллион потом тут таких застреляли его стрелы и погнали может кого-то еще сейчас вырежем нет так я сбивать не буду нету детекшена нету есть детекшен опа как делаем попадаю прыгай убивая печалька почти есть до буреза барагазану безусловно так давайте возьмем кристалли с себе потому что тпшка в драке мне не помогает особо а лучше боттл скинуть уже пора эти боттл швырнем рекуру на собер молодец варбит это в магаз обру ггед куару кидаем попадаем смотри чё делает сварда мне кажется сейчас проигранная драка хорош прыгиваем надо бежать тут дальше ничего не сделаем драка вроде хорошая но нехорошая у нас нету дамага в этот куполе дамага в куполе нет давайте с иллюзиями выпрыгнем туда фармили отправляем надеюсь за мной слордар не побежит потому что я его тут ничего без манты не сделаю на базу боттлик продаем идем хорошо хотя бы так так есть буреза у и бкб шкачок с чабы кб буду делать я в бкб смогу просто прыгнуть и душить и все давайте ботт в помойку вот сюда пара на топе такая каточка такая тяжеленькая так дип узел 6 штук они рошана 2 по-любому буду ждать и шо делать шо делать есть ультимейт если что войд бкб делает тоже мне сейчас тоже next бкб надо звука бы никак я сейчас очень много дамага кстати смогу раздавать даже слордар будет шоке с такого инкама по урону такого инкама он еще не будет чуть не чувствовал еще я скажу но игра потная а позиция хорошая тут позиция прям очень хорошая бкб ху делает да кристалл и обратно войдя ну такое да дальше-ка на руне опасно сюда идти на бар идет интересно ну это змеи по ходу хг будут да бай байка нету змеи хг это плохо но есть глиф 28 секунд прожить с лордар прыгать не будет этим анту юзать че делать хайтить крипов хайтим крипов ну и я хз бару слить че за сон сейчас был я так и не понял но мне куза летела но слордара я качу слордара слордар если прыгнет это гг вот просто слордар прыгает и все он не подставляется специально он понимает эту тему он понимает это он не подставляется там слишком сильные саппорты чтобы о цгг как я вовремя прыгнул души его рожь рожь вот сюда я бы кбху купим будем наглую прыгать душить поздновато бкбх конечно хг слили вот хг play хг слили но думаю за душу с покупкой бкб так 3к есть там сон как-то ушел кто-то я чисто не обратил внимание хорошо так почти есть блэкинг бар бкб хижать как не хватает сейчас я наверно аквилу будем продавать 200 бкбхе будем просто прыгать не знаю там омника бы зафокусить как все я отхожу отхожу свардар муншард купил трата бабок чисто там роша пойдем в рошу блин и сиомника энджела бафа это и майс купол умник а заберем будет хорошо хорошо куда это ару полетела позже нажимаю на перед чтобы шаман иллюзии хорош хороши заберем вот так сделаем вот так сделаем хорошо мид базу регенимся и гол вниз у нас идут крипы да хорошо у меня 2000 еще есть дамага очень много и главное в купол не прыгнуть как сейчас было но вот на меня просто поставил слордар хорошо не смог достать до меня чё next он сделаем ластовый артефакт у нас должен быть таким артефактом который все перекрывать будет все перекрывать будет то есть и дамаг будет и урон не не знаю честно можно сделать скади дополнительно можно сделать молнию аганим есть вот эту штуку по драку омника надо фокус да и все омника за фокусим то вообще по кайфу будет омник не старается сзади стоять он себя спереди стоит шаман рефрешер делает пара так нагло бежит такой раз раз остановился я потанчи сейчас стар рожь ой какой купол ужасный души хорошо мид отлично пока бэху купили просто в наглую деремся теперь шаман на топе меня нет кп шик утра его принесем я буду такой штук на этот разберу кучки я пошел дофить врываемся солируем солируем просто он дает трой сайт мне нужно двинуться а все и не варик двигаться заберу его интересно шамана бы забрать было бы еще круто попробовать давай давай потмо куда туда побежал про чека ушел да все пойдет есть . . . есть не смыщу забрать сварда реснулся из бкб х да да и выйдем из астана ужас грип зачем 6 что за сон рожь отлично отлично просто нормально нормально хорошая потная карту час гонис с лордар конечно люто душит из лат с лотом чем можно сделать ребят лат с лотом можно какой-нибудь сходе давайте сходе сделаем чтобы быть плотнее 2 ломаем очень круто что я пошел в его его хорош но через сон вообще классная комбинация скади делаем я бы готов отлично я даже не думал что на подме можно будет настолько хорошо блин раздушить п с лордар чарь из вот так напишем хорошо это продаем это продаем все гол шарби мы еще бахнуть кто там умер отрок умер сейчас главное нафармить байбек и не умереть от этого темпа который мы темп сделали мы сейчас можем проиграть игру все равно эти дадим онлайт аккуратно мать надо дать пара побежал уж чё будем сэвить пацана будешь прыгать вот так делаю ару попал рожь подсейвили слордар тут еще рядом по-любому надо бай-бай главное хорошо блин гипос отлично тут заходит 40 секунд не будет у нас шамана там давайте подбайтим погнали типа я вот так вот подбайтим нас лордара не байтится что понимает походу вот такого руки даем попадаем будет хорошо отлично души его лотар это плохо ой хорош хорош вот этого помогу не помогу да хорош слота слотара там слордар но я змей сразу за дифьюзил так сказать душем тэшка блин хорошая открыли игре мне очень эта катка понравилась ребят реально интересная катка получилось прям я если честно не верил войда но вот особо как бы ну купол ставил по кайфу я думал мы тут ну за нём но все-таки бкб х решила бкб х решила рели джи джи у меня тут красная я прям аж вспотел жестко я не знаю не получается в игре почему-то кидать эту ару ару задушенным джи джи ребят на вот такая катка получилась на подмесь диффузом остается у нас еще третья катка не знаю что будем в третье катки делать надеюсь тоже чё-нибудь прикольное придумаем придумаем чё-нибудь прикольное ой 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 а чё на вставочку что ли на вставочку говорит и убивается в бм блин не знаю ребят судить вам катка такая получилась чё по стэшке ару были блин ару по кд кидая 53 процента 30 из 56 ару я попал это в принципе нормально 50 процентов ару это хорошо были хорошие ару были плохие пробуйте ребят не играйте на ст не играйте на процент у меня там стопроцентный ару такое не надо делать ребят кидайте постоянно на верочку думать попадете не попадете от этого может решиться исход игры конкретно сейчас вы это все видели это жестко ребят что ж погнали next вы сейчас что-нибудь еще придумаем но это катка вот такая надеюсь вам понравится ребят обязательно поставьте лайк go next так ребят но что у нас остается остается у нас четвертая позиция на подми если честно я так не люблю четвертую позицию на подми это просто жесть я просто не попадаю ару я просто не могу их вообще куда-либо попасть потому что это просто трэш какой-то не знаю не получается просто вот и все вот доля какого-то везения должна быть еще и конечно же все должно быть по кайфу так что вот такая вот тема ребят и попробуем конечно же в четвертой четвертой позиции сыграть посмотрим что у нас получится что у нас получится нет это не я это не я отстаньте от меня так хорошо что нам нужно сделать ребят но ппп пикать по тму опять придется да окей чё не берете героев я на 4 позицию я на четверку пойду так ребят почему я считаю что патма на четверке the useless потому что когда ты не попадаешь ару то ты в принципе считаешься какой-то какашкой потому что на риле я ару вообще не попадаю не попадая блин опять эти сларки ну чтоб тебя ну как вот это можно играть в этих говна вот этого против как против вот этого говна вообще ненавижу играть почему за меня это говно не возьмут а в с возьмут ладно не суть так вот смотрите чем прикол почему я ненавижу патму в четверке потому что четверка патма это юслесная фигня я лично так считаю потому что если вы не попадаете ару то толку от вас нету но сегодня мы попробуем это опровергнуть я попробую поменять свое мнение я играл прошлую катку она мне очень понравилась она была оживленная такая четверочка оживленная но там конечно хейтеры на инвокерах задашили сейчас будет хейтер на сларке я сейчас насколько игра я сыграл уже игр наверное ну вот за два-три дня сколько игр 5-6 я сыграл две из них я проиграл проиграем про просто проигрываем из-за команды и за имбы проигрываем с ларком проигрываем инвокером все то есть такой герой у нас это патма это патма 4 ребят так наберем вот так вот сэшка вэшка все и погнали погнали ребят идем идем на рунку мурлоки ноги сирены джаггернаут у нас там все есть сейчас будем пытаться душить наша задача конечно же это попадать ару вот просто сидишь жопу постараюсь порвать на попасть хотя бы одной ару одна руб за всю игру ребят но на самом деле это такое это такое морта топ топ иди блин у меня чё если лего лет с четверка тут будет неактуально придется фармить то есть еще лайм уйдем ничего страшного так уйдем line иску взяла в зоопарке грейд посмотрим что выйдет тут но тут будем знаете чё собирать всякие там типа юла дагера форстафы будет такой фиг не собирать тупо отвечаю панова бы хотят отсюда руки дать они почему отсюда потому что тут за деревья будет не не видно ты панова нужно будет немного больше времени для того чтобы сообразить товару закидывать ора пошла ора пришла нормально главное рун забрали главная руна главная руна забрали все остальное мелочи они знали что по морогу отлететь нормально но в принципе ару это по дефолту стандартные стандартный фб стопроцентный на руне но видите оппоненты такие меню жуются то ну блин потому потому боюсь дайте и опа и не попадаешь и все если попадаете от фб забираете все это сразу тупо я вам отвечаю я вам отвечала на икс и джага на лайне тут будем душить немного давайте вот так вот сапожок бы поднять с холодильником на лайне тут будем стоять да по ходу но мы четверка мы сейчас поднимем сапог поднимем желательно 4 level и скорее всего ребят скорее всего мы уйдем отсюда аппарата ставим видеть фарм хорошо идет парам хорошо идет спрайт 4 level сейчас от ним старфоль чик ну подма конечно это еще та дрочильница чернильница ценность пошел в лес аппарату фарм принципе не нужен нужен желательно на огонь но я хочу сделать сапоги и типа ну все иритироваться чару пойму можно было зайти попытаться забрать она не факт что я выжил ну был бы прыжок я бы забрал вот ошибка прокачки почему-то захотел старпол на троечку взять что-то там написали прогулял чем написали поймает ой хорош что-то за побежали пацана аппарат я тебя выстегну говорит типа твою очко моего нифига злой пацан чё файзы сделаем будет очень хорошо крутилкин крутилкин джаггернаут сергеевич забавно так наша там давайте фазы на делаем типа сейчас а фазы и я ушел фазы два крипа надо забить бы еще драйвера не даем фармить чисто спрайт делаем и все хорошо все гу джи ты пешку джаггера можно душить на самом деле не левела ничего ему не давать но у нас тут не четверка получается а тройка потому что мы тут в принципе и фул фри стоим по лесу пройдемся на топе сладко опа вот они готов на руну туда сходим сейчас серьезно а уж хорошо а попробуем он и вон соло забирает ссоре я не знаю думал чё ты пц что-то что так он подтупливал что-то не знаю зашел по тавры че-то чё-то он это как-то не как что-то заман сьютон что-то какой-то какой-то разлад у некра пошел надо было добивать я думал сейчас некр сдохнет а потом уже вижу тычка летит но моя тоже уже полетела что как-то такое и по забираем уходим ребят хорошо два варда и ботлик за варшу четверка под мой такое надо на топ сходить из чем я думал ты сдохнешь вот то веру а им битву вот и по сразу такая от балды поручестно он жестко его агрессивно прессингует на некре прям очень жестко но убьет его убил на сам вздох лол не знает что прям слишком резко так слишком злобно атакует на топе сларки 4 левела давайте кто по перетянемся хорошая руна герись на леге ру попадает опа хоть так вот так арау не попал но задушил зевс даблкил сделал а это этот дуза нагович даблки при новой варк мало ближе стать джага фармит найкс фармит там еще в лесу опа монетка хорошо хорошо аквилку сделаем дефолтно выходим чисто в дефолтные арты и чё нам нужно будет сделать дальше будем конечно же собирать но вообще четверка в принципе она то подразумевает тупо покупку дополнительно вардов еще это как бы вот что должна четверка делать не обязательно там знаете типа но я очень хочу юн форс сделать пусть но просто интересно по билду интересно надо на топ сходить надо с ларков убивать вон на базу пашка варды на топ я не успеваю просто сейчас нет смысла идти в наглую туда она можно прыгнуть час будет парад попадет если а я ру какая кривейшая чё у наги там хорош нет он не пошел туда но я не попадаю просто ну просто рилеют не попадая не умею я попадать ару то есть чтобы я не делал вот старт полом да со старт полом я умею играться на ару и никогда не попаду ребят вот хотите хейтить и хотите нет но просто не могу не получается просто не получается есть а там я тут у бруда хорош ну есть ботлик пойдет война внизу рунка я заберу не получается ребята ру попадать ну вот не умею но реально не умею но чё поделать пробовать надо пробовать надо надо же когда-то все равно пробовать но сейчас майкса убьем скорее все очереди он сейчас отхилится где-то я такое уже видел это я такое уже видел на водой типа вам это такое видел бред просто бред хитрожопик о наехал зевса надо оруть остановился но четко по движению четко по движению я как бы давал но он остановился здесь что-то чувствует чувствуешь что чё-то на нару не попадать просто если вы ребят играете на ст это конечно для вас это блин сларк там ну вот как вот надо сларка убивать еще на сларка принципе законтрим яду ладно прямая ару просто прямое попадание пятисекундная диски цуз но не знаю как я сейчас попал ребят прямая рот он не варик попадать было я не знаю как я попал но душем жестко так у нас есть там он джугер джугер фармит на низу сломал почти джугер сломал да на низу плохо дуза нагович там фирмит тоже фирмеры сларки так первое что нам нужно сделать если честно хочется давайте сделаем даггер наверное первым или форс даггер наверное сделаем джаггер хорош пойдет пойдет у меня тпшки опять нет только татаре узнал кстати у меня была тпшка много пришло 3 их тут 3 аппарат ульт даст эти форс так стерва зевс сходит только не в крипа смотри отходит татару короче нифига вот это если честно но все равно отдать должное легион долго жил жесть а видели сразу там этот отвернулся от ару чел на этом они он помосов там играет этот чел на втором слоте софтер чисто мамкин успел не успел алекс и ульчик наверное а папе опять суета идем ультанем вас некор сильный вот опьемся пойдем помогать ой зерца поймали но чисто я тут ничего не делаю просто я стою сторонке отпеваясь хорошо еще 200 найкс там еще лесочек колотит вот так вот strike где варды мои варды покупать о реконектится нормалин нормалин я уже думал все конечно конечно так 1600 есть вартики стоят главное шабарды стояли ребят на топе агрессивный вард под которым подрались я поставил он реализовал себя сейчас мы поставим здесь вардик ближайший вот тут куда-нибудь давайте вот сюда в наглую поставим в лес алекс где-то тут колотит да и смотрим на экспу экспу вроде не дают хорошо по тэшку убежал так делаем вот он вот он вот он вот он арус стопроцентная да это чисто стопроцентная ару от которой невозможно увернуться потому что там некуда больше идти просто вы туда стопроцентно закините ару жесть вот это конечно люто душем сейчас четверкой под мой но блин честно четверка под манья для меня ребят я не попадаю никак вообще то есть это тупо не для меня если бы я умел попадать было бы круто но я не умею сейчас проблема с ларк начнет у ватса жестко его появится дополнительная тема называется латар сейч латар сейч вот сюда щас варкнем есть вардики вот мы четверка ребят работаем на подме четверки вроде пока получается но я не чувствую что я что-то делаю я чувствую что команда работает тут молодцы в команде просто люто лючие ребята у меня лучшие просто парни в команде он они все он варда вар поставил там тоже снимать сейчас будет здесь 2 будет давать ару полетела кого нет залетели нет никого давайте здесь варкнем оба чат и от качестве что прыжком хорошо отлично так но тут надо ру кидать как бы как бы кого-нибудь бы вот так такую кинем чисто проверочная рт-шку я тут не попаду все равно то есть чтобы я не кинул я не попаду никогда и по бы о чем вообще есть чтобы я попал ару надо пытаться как-то вот ноги могут оппоненты стоит но тут вар кстати стоит вот не могут стоять оппоненты ну то есть вот ну давайте попробуем вот так вот на x там бегает то есть попадем не попадем тупо опа в на икса прям хорошо пофиг на сон как говорится я не сплю я не сплю то есть и улом сбили себе сон я не сплю рожь джага там ломает но нету тпшки да что ж он так лагает там нас ларки и он решил все конечно нас команда хорошая да шо ж ты меня души что ару летит чисто к проверочная хорош я на вас пойду джагера ломить к2 он нам ломает просто смело и пашки нет у него кстати можно забрать вот такую аругу должен попадать и куда ой да ладно осуждаю такую ару просто осуждаю это чё такое чисто осуждаю такую ару я даже не думал что я попаду вообще куда-нибудь там я чисто на виден давал уж не думал что точно убью его гем надо барды ломать их по чуть зафармлена хорошо жесть так ну что ты пашечку надо до пашечку давайте travel купим travel купим слот освободи барбики есть да так сделаем вот так вот хорошо погнали хорошо давайте здесь вард собьем есть он есть аппаратуса нападает нападение паретуса хорош юл помог мне юл помог но аппарата забрали ребят гемич выбрать надо гонись руна сейчас будет погнали низ тэшку руна ларков так оденется все таки так все таки так оденется ребят так ну и нам нужно что-то еще надо будет наверное на урон делать потому что ну мартретка не знаю мартрет комом и этот хорош артрет комом и армлет эти пробавкам союзничков и let's go сын 3 чок туда ткнул new travel хорошо и на топе если что следим за ситуацией жалко тут вардов нету аппарата все варды делаем баф им союзников все погнал 5 секунд на ару джаггер на топе самое плохое джаггеров четверки я не смогу ну да да джаггера я в 4 не смогу пробивать никак хорош я топ и приду погнали дефицца джаггер все там отошел до штука опах с ларки жалко нету детекшена у меня готов парни вниз не надо так делаем мой рипер пошел ой наги дузович закинул хорошая ру какая рандомная чисто залетела жесть что рандомная ару но она решила сейчас не в то время не в том месте нага дузович оказалась го искать этого джаггера джиггера джиггернаут у меня есть и ул от сейв от его ультимейта поэтому будем сейчас дуэтку их его топчик так две пятьсот у нас еще есть аквилку можно продать и можно купить даггерок а можно купить еще сейчас будет этот актарин актарин на снижение кд будем в онлайтах по кд бегать хочется просто мобильную патму сделать то есть еще даггер докупить сообщи о чем и как мы сможем муваться все нам в принципе не нужен ботал давайте еще даггер купим по даггер на пятерку пил отключаем погнали с командой овер такая у нас получается патма овер активная реактивная патма получается выразиться даже можно так опа вот сюда руки давай получаем не попадаем но это софтер софтер на ману за такое сларк я не думаю что сларк меня полил все это время шел в гемберу софтер на медузе не знаю мне почему-то качество что у него есть что-то у медуза потому что я играл с ним это не первая игра когда вот такая вот но смысле это не первая игра с которой я играю которую играю не во первых он себя очень плохо зарекомендовал когда матом на меня начал просто догнать в начале игры игра еще не началась он начал на меня матом гнуть типа я ему тогда еще бандал не знаю почему на этом аккаунте не в бане странно он зашел катку еще одна так но я с видел получается я сейчас проиграл драку ну ссоре я хотел вот сюда выйти узнал его я не могу все-таки давать не получается юл в сетке не дается гем есть резаемся моя ошибка сдох просто как крип варды берем не знаю но аквилова кидать вообще нету ничего у меня получается надо с кем-то делиться этим по некорта gg да то поможем не горки рожь ооо джаггер а тут я надо будет наверно вот так подходим аппарат варды ползла кто-то звонит есть вот так я еще тут и под варда прошелся на цгг вообще так у меня есть гем мне нечего бояться вообще ару закидываем это что такое за креветку со вот а там комбо бомба же вот так сделаем так сделаем бомба бомба же есть у меня гем пацаны рожь их не попал никуда печалька не знаю я могу прыгнуть но я боюсь а гем отдам аппарат еще пока д третьим бафа это плохо а тару надо играть если я что-то попаду какой-то ару то может быть что-то получится у меня хп кончится эмана прежде чем мы зайдем на хэгэ ванис какой смысл там стоять ооо найс как обычно в принципе второй раз ему взад второй раз за думаю тару не знаю дамаги не хватает жага убивать я его убиваю как-то зацепить бы я не знаю мы не можем зайти ару надо зацепить ару ару кидают цепляю убивая эти не попадаешь вот и все без заход мамы нет а уже без маны текст надо будет сделать а стандарды копятся еще суета какая-то на виду она тэпи прилечу сейчас да наверное актарин возьмем ребят потому что либо актарин либо хекс либо актарин либо хекс а драка пошла да пацаны прыгнули а я тут на топе прохлаждаюсь о о о о о о о о о господин я мобильный быстрый интернет еще вот так могу еще вот так могу есть что происходит о волна и сдох Может, я его поддамажил, помогло. Может, поддамажил, помогло. Аппарата надо, чтобы варды вставил. Просить. Я покупаю. Мне просто... Мне надо что-то на урон делать, потому что я вношу тоже. У нас ребята не справляются с задачей. Джагу я убиваю. Старфолим просто. Так, минус 3. Зевс все смывает просто. Проблема. Го Б. Мы не зайдем. Хекс. Почти. Хорошо. Не, почти хекс. Наверное, хекс сделаем. Мы не можем зайти. Надо зацеп дополнительный какой-то, ребят. Но, конечно, актарин даст не очень много хп и кдшку хорошую даст. Я смогу ару больше промахиваться. И, конечно же, больше шансов, больше что-то лучшее произойдет. Но хекс это стопроцентный такой вариант, который прям может стащить игру. Прям нурили. От хг плотно сидят, пацаны. ПВБ. Хорошо. Тихо. Четыре шестьсот уже есть. Не хватает урона нам. Сейчас на базу, наверное, пойдем. И урона не хватает. И детекшена. И попаданий всяких. С Ару. Орта работает. Сейчас Ару тянем. Держите, пацаны. Хорошо. Здесь без ульты. Сларков нету, никакие тут под ногами. Хорошо. Отлично. Хорошо. Опа, какой прыжочек у нас тут, смотрите. Хорошо. Натан Афманов. Я просто, жесть, какой мобильный. Ну, Октарин, я знал, почему хочу Октарин сделать. Потому что я хочу посмотреть на эту мобильность еще жестче, чтобы она была. Гоу. Пусть это, типа, мобильность будет еще жестче. Типа, знаете, и хекс сделаем. Есть. Тупо, у меня микро-кдэшки. 70 секунд только дышится. Я иду. Иду, ребят. Я очень жирный. Мой драка началась. Да, я не в теме, я там. Оп, вот так сделаем. Некро слили. Нету подсейва на некро. Опа, цгг, ошибка, да? Ошибка. Я убегаю. Арву, кидаю, убегаю. Не попадаю, да? Эх. Так, игру проиграем. Жесть. Тупо проиграем так. Надо с даггера прыгать, если что. Третьим уходить. Так, ну что, остается нам что? Хекс надо делать. И у нас урона не хватает. Мартретка не передамаживает. Джаггеров. Хорошо. Сюда. Сразу тэпу. Это, наверное, ломать будет джага сейчас. Ну, перефармим их, думаю. Мартретка, конечно, голая. Совсем. Это смерть. Это смерть. Хорош. Хорош. Это варм, да? Опа. Я хорош сейчас, да? Я поймал. Здесь без ББ. Отлично. Я молодец. Тут сюда руки, ну. Баф, ну сейчас союзников своих. Погнали душить, пацаны. Опа, смотри, че могу. Как агрессор лютый. Ой, еще ару туда закинул. Ой, я еще и ару попал. Пафаем союзников. Подходим. Блин, да еще жестко. На самом деле получилось нормально. Сюда забенем. Отлично. Я чисто буду гонять. О, хорош. О, хорош. 30 секунд у нас еще. До Девса, да? Пока Девса нету, с Пуршем спокойно. Оп. Юзаем. Что, сейчас форсанемся? О, хорош. Прыгаем. Непонятно, непонятно куда прыгаем, правда. Килку. Сларка. Оп, ару. Ну, в помойку, но окей. Он зажат просто. Сейчас прыгнем к нему туда. Хорош. Да, хорош. Так, ну нормально, ару прямую просто швыряем и все. И пушим. Пуш. Я могу кидать ЕУЛ, типа, отблинковываться и по таймингу закидывать, типа, ару. Давайте так и попробуем. Так, крипы. Крипы не дают запушить. Нам надо ломать в любом случае. Бафаем, ребят. Хорошо. Такая дефолтная. Нормально, они сдались, что ли? О, на Икса попал. Я молодец. Хоть куда-то попал. Упса. Опа, отпрыгнул. Хорош. Так, уйдется нет рефрешера. Я на базу. Прям я не знаю, когда ЕУЛа нету, страшно. Сларк прицепляет. Три секунды надо что-то делать. Так, ну 4К уже есть, кстати. Радует. Радует. Пол базы просто с прыжков. Скажешь со своих. Кекс надо будет кому-то отдавать сейчас. Это плохо. Это плохо. Гоу вот так вот. Некор, брат. Let's go. Сейчас попробуем. Знаете, что делать? Я просто раскидываю Ару на вижен и на везение. А можно попробовать этот делать. Прыжок ЕУЛ. Если что, отходим и Ару закидываю. Вообще типа круто будет. Ну или вот так вот просто закидывать. Оп. Хилочку. Супо GG. Умер. Да я в хилочку не попадаю. Нормально, хорош. На некре, молодец, парень. Нормально делай. Опа, там кто? Майс тайминг. Байчу, забайтил. Получается, забайтил. Ару. Получается, забайтил, пацана. Ну а что поделать? Хикса нам еще бы. Два хикса. Ну, гем, видите, гем просто нужнейший. Гем нужнейший просто. Жесть. Ну, этот билд, он такой фановый какой-то получается. Я тебя так закиню. Проверочно. Я тут хорошо ломаю. Гоу. Гоу. Можем попробовать сейчас Зевсу вот эту комбинацию дать. Типа. Пролетела такая, как этот. Но тут надо, ну, немного как-то... Блин, как же правильно будет сделать? Нам нужно, чтобы перс, перс был в июле. И потом по таймингу дать. Ну, нормально, ломаем просто. Вот сюда закинем. Может, попадем? Нет. Ну, мистер Ару, называйте меня мистер Ару. Вау, типа, вау, типа, вот так вот. Фига там. Парень на леге газанул. Ну, Ару залетела, наконец-таки. Ну, смерть. Продеваем. Оп, хорошо. Что-то идем. Странно, почему я ульт не нажал перед дракой. Сделаем. Пойдем. Смотри, как могу. Я чисто мозги им делаю, и все, типа, ну. Это моя задача. Как я говорил. Пойдем. Пойдем. Сейчас попробуем Ару. О, тут креветку с уже под ногами. Оп, смотри. Смотри, какой хитрый. Только не креветка. Пожалуйста. Оп, есть прыжочек. Как я говорил. Пойдем. Как я говорил. Так, там, вот, джаггернаут и какие-то браконьерские. Го, тушить. Тегеги, бро. Я еще проста, не чуть-чуть. Жесть. На 6 тысяч уже на кармане. На хекс можно сделать. Но без гема вообще, как бы, не ок. Будет. Ару закидываем. Блин, надо еще поизвращаться Ару через жопу. О, найс. Найс Ару. Гем бы кому-нибудь отдать. Жесть. Ну, забавно. Забавно. Монета, мне надо хекс сделать. Хекс надо сделать. Надо хекс собрать. Оп. Шестислотовая патма. Вон гем. Так, ну че, гоу душить тогда. Прыгаем, и улим. Оп. Квапаем. Атакуем. И улимся. А, найс. Он засейвил его. У него гоним. Вот сюда. А, куда этот прыжок был? Куда этот прыжок был? Почему я лицом сюда повернут был? Ой, бред. Ну, я даун, получается. Я девца убил, но этот прыжок просто это руин. Пуш, пуш, пуш. Снесите их нафиг. Сейчас Сларк рестнется. Ребята просто игнорят, как идут драться. Бред. Ну, вот каты сделают дело. Жесть. Ребят, не знаю. Ну, такая фановая катка на четверке, в принципе, от нас тут не зависит. Некролайт тут и сделал игру, в принципе. Да и другие ребята, кто играли в этой катке, в принципе, нормально все сделали. И такая катка на четверке у нас получилась. На четверке, ребят. Не знаю, но честно, на четверке, вот если вы играете на СТ... Но и тем не менее, у меня все равно 45%. 31 на 68. Это почти половина. То есть половина удачных АРУ была. То есть это лучше, чем вообще ничего. Лично я считаю, для меня это нормальный результат. Потому что я под мой вообще, в принципе, играть не умею через АРУ. АРУ я вообще не попадаю. Ну и на этом, я думаю, гайд, ребятки, у нас окончен. Спасибо всем, кто посмотрел этот гайд. Обязательно поставьте лайк, напишите свое мнение. Хен, Азиас, Ракви, АРУ не попал. Но, ребят, Рилли, не попадай АРУ. Ну, потому что просто не умею. Не умею, ребят. Не умею. На Патме нормально плейт через АРУ. Поэтому такая тема. Я вот пока писал, у меня уже стемнело, друзья. В общем, на этом все. Спасибо всем, друзья. Обязательно поставьте лайк. Ну, реально, за Патму. Ну и остается у нас еще один гайд. Я так проинформирую, кто досматривает видосы до конца. Еще один гайд у нас остается. И все гайды у нас будут уже закончены. Но! Но есть гайды, в которых всего одна игра, и они без истории, без хорошей теории. Эти гайды будут переделываться. Да. Да. И скоро мы уже начнем. И какой крайний герой у нас на гайд? Как вы думаете? Я вам не скажу. Потому что этот герой, он представлен в начале, на теории. Те, кто смекалисты, он поймет. И дальше, там есть спойлер, и дальше, как герои будут идти по гайдам, вы также увидите и поймете. Все, ребят. С вами был Ксенос. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok